Субтитры сделал DimaTorzok 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 И нужен будет загранпаспорт обязательно, чтобы даже зарегистрироваться на него в профессиональной команде. Для крупных турниров, да. Если вы хотите, чтобы СНГ все-таки участвовало на крупных турнирах, то желательно заранее вот уже. Что у вас, загран как бы не очень дорого стоит, и он все равно вам в жизни пригодится. В чем проблема его сделать? Ну а когда следующий турнир, это будет крупный после Драмхак? К чему готовиться-то вообще? Пока неизвестно. Готовьтесь ко всему. Короче, на конец лета готовимся, там на август, это обычно. Я думаю, не раньше, но как-то так всегда. Так, ребята, кто в чате, мы еще, наверное, на ваши вопросы поотвечаем в конце стрима, если какие-то будут интересные. Если что, там что-нибудь придумывайте, потом будете задавать. Так, ну давайте начнем сначала с темы. Это новая карта. Как я сказал, ее обсуждать нет смысла, но я покажу, я расскажу про создателя карты, я покажу создателя карты на стриме. Чувак посередине, Игорь Николаев, младший, это создатель карты. За любовь пьет? Да. Так, я много пил за любовь. Кто его ни разу не видел, вот, можно посмотреть его сейчас в стриме. А, его ник вроде Кавайи. Ник его Кавайи, еще рядом с ним сидит брат, но его не видно, он сидит в футболочке. Ник брата, хипер Хевикс или что-то такое, но непонятно. Но эти два пацана создали карту, их привезли в Таиланд, и они в Таиланде на сцене рассказывали про эту карту, и как вообще она будет проходить, и в каких регионах, и будут ли на ней турниры. Ну, собственно, турниры будут, планируются, и в ближайший месяц все узнаете. Так, идем дальше. Ну, поиграть мне еще не доводилось им, но так, по скиллам, в принципе, как мне показалось, ну, во-первых, сразу так, герой очень... зависимы от одного показателя, это максимальной маны, и от этого действительно зависит просто весь его урон по вражескому герою. Как репульсор, в принципе? Ну, нет, репульсор демажит, репульсором, скажем так, запас маны репульсору дает время, с которым он может драться, то есть может перелетать, подтягивать, ставить бомбочки, то есть. А здесь реально от максимального запаса просто маны, и разницы в максимальном запасе маны твоем и героя вражеского будет зависеть урон. То есть по таким, как там, пейблс или что-то подобное, у кого-нибудь ты вначале вообще нету, то есть тебе будет получать больше всего урона. Герой интересный довольно-таки. Чем-то на Оракула похоже-то. Ну, как бы, герой интересный, просто, во-первых, меня радует, что это герой мобильный, то есть он может, у него есть эскейп, потому что я, честно говоря, ждал какого-то интовика, такого ДПСа, но без никакого эскейпа, такие вот наподобие лонии. Я думал, будет что-то вот такое. Журтка много урона, но никуда не уйдешь. Но здесь можно уйти. Ну, как ты сказал, лония, то есть я считаю, что этот герой как бы больше предназначен для таких тимфайтов массовочных, то есть у него там и Сайланс получается у Е, и ульта у Е. Главное, правильно расставлять ось. Это первая способность, у нее есть два заряда, насколько я понял. Ось, да, но он первый, он же, получается, ставит... Там ты раз ставишь ось, у тебя два заряда, ты можешь езать любые скиллы, то есть притянуться или к ней, или дать ульту между осью и собой. И потом второй раз можно кинуть ось. Там очень действительно надо будет грамотно все давать. Да, нужен опыт на этом герой. И вроде область большая, а между твоей, вот как это называется, палки, которые он ставит. Ну да. Ну, будем называть их тотемами, не знаю. Вот между собой и тотемом он образует же вот эту вот область, где дамажат от ульты. Просто действительно, если ей хорошо попасть, можно много нанести дамаж. Но, по-моему, ей реально очень часто будут просто не попадать. Ну, там преимущество то, что ты можешь перемещать ее на... Ну, она же как бы не сильно там замедляет, не станет. То есть, на самом-то деле, контроля у него мало. Вся фишка именно не в этом, а в том, что это единственный герой, у которого два сала. То есть, таких героев нет. И именно это самый основной его скилл будет. Все остальное это так себе. Подожди, а какой у него второй скилл? Это просто как раз таки... Ну, он прилетает к своей вот этой вот первой... Да, второй скилл прилетает, и если ее как бы попадает в героя, то сбрасывается кулдаун. То есть, можно еще раз сразу кинуть, и при этом это ауе сало, если там в нескольких попал. Это те же самые легионеры, бегемоты, и так далее. Если попадает в героя, у него откатывается вторая способность? Да, то есть, он еще раз может ее кинуть и сало дать. А, так там... Это очень важный момент, это со мной, вот прям сок этого героя именно в этом, на мой взгляд. Нет, мне нравится, что он... Поставить посох, он там будет вечно стоять, да? Да нет, по команде уже не кончится. В смысле? А, Монмана не стоит. Ты посох вот первого первого скилл, он посох поставил? Если ты еще в другое место вот отправишь, он же полетит от первого ко второму. И по траектории будет всегда может. Но в посох пульсирует, мне вот это вот нравится. Пульсация вокруг себя и посоха, которая выжигает у противника Мону. Она постоянная. Я тут еще можно посох, по идее, погоняйте и забрать. Я же единственное, кто в практике зашел, попробовал, что он может. Конечно, у тебя единственное, наверное, им так есть. Я уже не так, наверное, не обновляли. Ну, то есть я не знаю, насколько действительно это будет полезно все-таки. Но как бы вокруг себя он все-таки рейндж, а вокруг посоха посох все-таки неподвижен. Двигать его дороговато часто по мане. Но тоже как бы даже на миде поставить... Просто этот посох не дамажит пульсацию вокруг себя, а чисто ману жжет. Ну это пощипно. Да, просто надо даже на миде кинуть посох ему наперед, то есть ты не пропушишь себе линию, ты не дамажишь крипов, но ему неудобно будет, ему надо будет обходить вечно посох, чтобы подойти к крипам, особенно если это милишник. То есть даже пускай ты подойдешь к посоху на пару секунд, у тебя выжат там 30-40 маны, но это уже неприятно. Опять-таки вернемся к героям наподобие Пебблса. Что за герой? Супорт, мидер, что он из-за этого не следует? Мне кажется, он вообще будет мидер, да. Он мидер, да. Ему действительно нужен фарм, ему действительно нужен левел. Левел, да. Потому что саппорт из него вряд ли получится вообще адекватный. Ну честно говоря, я его кроме мида не вижу, он даже нерезает. Ну он слабый мидер будет, его просто стоит несколько раз гангнуть, если у него там к середине игре уже нету там какой-нибудь иконы или чего-нибудь такого. У него монопула нету, он не дамажит, по сути. Да, он имеет с первого левла 454 хп, это как бы очень мало. Ну да, это тоже. Как тот же Крейв Кипер, СС, как бы как с ними происходит обычно на миде тоже будет с этим героем. Просто на него упор не будет делаться, потому что один айтем, БКБ, как бы все это контрит. Все что, у него хоть 10 тысяч маны будет? Ну у него весь дамаж магический, правильно я понял? Да, я так понял. То есть все магическое. Ну тогда да, то есть, ну. Имбы я никакой в нем не вижу. Герой интересный на самом-то деле, героем я лично знаю, что поиграю, потому что вот эти вот, все это кидание посохов и перемещение к ним, это интересно. Ну что-то новое в хоне именно, такого в хоне еще не было, да. Ну это интересно, я не спорю, герой скучным не будет. Но он не будет, мне кажется, он не вызовет столько, как бы, ненависти, сколько вызвал Дэдлифт. Я в этом уверен. Ну потому что Дэдлифт, действительно, как бы он... С ним уже решили проблему, да. Ну да, сейчас как бы у него, это мы сейчас будем обсуждать, но все же такие, у него убрали стоимость здоровья. Ману перевели просто. Нет, еще и ману добавили, насколько я знаю. Нет, 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 мы убрали стоимость, он не теряет хп, но ману не теряет. Такой вопрос по параллаксу, будете его лишь ждать в туркирных играх? Кого? Параллакса. Параллакса? Нет. Это мы не сильно. И не в ближайшее время, честно. Может, конечно, кто-то там, что-то на нем придумает такого, чтобы мы его начнем пытаться использовать, но чаще мы сейчас над Хеллбрингером задумаемся, чем над Бараллаксом. Да, ну до него дойдем еще, там, очень сильно поменялось, да. Можно, кстати, перейти к обсуждению, Хеллбрингер сейчас не в моде. Хеллбрингер просто нереально крутой стол. Так, ну давай сначала пробежимся на то, что добавили в игру, именно автоуправление целям и так далее. Ну давай, идем, мы говорим, что мы будем уже говорить. Ну с Параллаксом, короче, закончили. Добавили автоуправление дополнительным целям, это для лесников, наверное, больше всего. Ну и для тех героев, которые играют на тремблах и так далее. Что думаете об этом? Это вот то, что... А казуаливание. А казуаливание игры. Ну да, это убирает функцию мультиконтроля. Для людей, которым сложно там, да, мультиконтрол делать, отдельно там бубу контролить, отдельно Бориса. Ну, то есть просто уплощение небольшое, как помощь новым игрокам, не знаю. Ну, честно, или нет. Не знаю, как новым игрокам, но я вот не люблю мультиконтроль. Мой максимальный уровень мультиконтроля это пазлбоксы. Поэтому, ну... Абсолютно взаимно согласен с тобой. Ну, честно, мне кажется, просто... Ну, тем людям, которые в турниры играют, эти герои, как бы, они, ну, ничего не поменяют для них вообще абсолютно. Ну да, там все равно как-то сам всем контролишь. Скорее всего, для паба, да. Так, система MMR Decay, она у нас была, просто ее ввели во всех регионах, ну и снизили, получается, еще на 100 MMR вниз. Получается, раньше у нас мы до 1900 скидывали всех, теперь будет скидываться... Будет еще 10 дней, вроде, вместо... Да, ну и там было 7 дней, а сейчас будет 10 дней. А, и еще так же, что топ 100 игроков будет получить призы. Вот это... Это как раз в месяц, или как? А, так, начиная с июня топ 100 игроков в ладере будут получать специальный прист. Пурпурный, светящийся цвет НИКО. Ну, типа, топ игроков сразу можно будет увидеть. Все, сразу, да. Вот это далека, да, причина попасть в топ 100. Фиолетовых видишь сразу, человек классный. Бей фиолетов. Тут, скорее всего, система такая, что ты входишь в топ 100, и ты уже именно имеешь этот цвет, ты сразу его получаешь. Не будет такой, типа, каждый месяц, чтобы проверялся и так далее. Объявленные дни, да? Да, если ты уходишь из топ 100, то... Ну, на тебя остается, ты попал в топ 100 один раз, и он тебе остается. Ну, это как раз он не легенда взял, не раз взялся, легендарная рубашка осталась. Ты попал на СИВ. Да, попал на СИВ. Не, ну, это хорошо, на самом деле, с ММРом, и вот, хорошо, что больше дней дали, и хорошо, что будет падать до 1800. Ну, и падать будет гораздо быстрее, насколько я понимаю, 1 процент. Да, да, там 1 процента почти 20 в день, там, да. Да, да. У нас было полпроцента вроде. Ну, надо быть готовым. Ну, 10 дней просто, это за 10 дней, ну, скажем так, кто не покинул эту игру, сыграет 5 игр. Да, можно. А, там, кто покинул игру, ну, пускай у него ММР-та, это уже, как бы, это дело такое. Ну, и, как бы, сейчас всех по ММРу сдвинут чуть поближе, скажем так, к планке вниз. Я надеюсь, что матчмейкинг от этого быстрее заработает. Ну, игры будут быстрее находить. Ну, потому что даже на 1800 в поиске, как бы, ну, вдвоем, второем, все равно ищешь, ну, бывает 5-7 минут, бывает 15. Ну, 15 минут как-то вообще обидно искать. Ну, на реально среднем рейтинге. Так, все, далее, коррекция ММР, это, такое, ну, мелочь, но все же... Как мелочь-то? Нормально. То, что не показывает ММР. Да, теперь не показывает, сколько ты получаешь, и сколько отнимаешь. Меньше ливеров всяких будет. А мы подумали, ты что, с ума сошел? Не будет апокалипсиса доминатора, которые говорят, а, нам минус 0,3, 0,4, что там делать, да? 0,4, видим, да, и ревать. Так, переработка системы гайдов. В КСНГ это не слишком сильно относится, там остаются гайды именно европейские. А в смысле, допустим, вот я свои гайды делал, ну... Нет, сейчас уже нельзя гайды. Еще заново их надо будет делать? Да, их заново надо будет делать. Да ладно. Куке морой! Сейчас нельзя, но в следующем патче, скорее всего, починят. Но сейчас только европейские, американские гайды. Ну, это ошибка там из-за какая-то, и нет еще этих азиатских гайдов. Ну, ладно, это не смертельно. Ну, а сама система и отображение, как гайд выглядит, намного красивее и намного удобнее. Там на две части будет разделено. Да, да, да. Ну, все пользователи увидят только это завтра. Ну, кто-то может уже на стриме посмотреть там сейчас у других интервиков, игроков. Так, система страйков за покидание игр. Ну, это система банов. Ну, более-менее, нормальная такая система банов. Да, мне тоже понравилось. Конечно, мало дают. Ну, да, 10 часов это как бы не слишком много. Ну, действительно, мало, мне кажется, просто вот. Не, ну, я согласен, что один это безнаказанно, то есть, ну, мало ли все бывает. Ну, это хорошо, что ты не попадешься в следующую игру с тем чуваком, который уже ливанил. Да, сразу же следующий, если кто ливанил, ты не попадешь. Ну, там есть такие люди, которые ливают из каждых игр почти. Ну, я бы просто вот начинаю от двух. Ты каст таких, крайней мере. От двух ливов подряд, вот, начал бы, ну, начал бы так два часа и потом больше. Ну, тут 6 страйков написано 10 плюс часов, так что, возможно, что при 7 страйке там и так далее будет гораздо больше выдаваться и как бы уже проблематично. Нет, тут написано от 10 минут до 10 часов. Ну, а 6 страйк написано 10 плюс часов. Ну, не знаю. Еще пока непонятно, это уже посмотрим, но ливеров все равно, мне кажется, будет меньше. Если уже так сразу будут всех блокировать. Ну, будем на это надеяться. Так, точность попадания способностей, а, ну, это то, что все давно хотели. Ну, это как в тотке. А, ну, да, 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 я, кстати, это знание. Да, 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 да. Но она, по-моему, только на Дэва, Валки и Гарнику. И коммитер. Но больше нет особо таких героев, которым нужно попадать такими способностями. Ну, почему есть этот Призонер? Ну, Призонер там... Ну, да, там более вот такое, на крипов. Ну, у Дэва тоже может крипов. Нет, ну, у Дэва, у Призонера он АОЕ, как считается, не знаю. А у Дэва он такой директный более. Ну, не знаю, учитывая, сколько сейчас будет дальность стрелы. Могли бы еще Чипрел на ракетках какие-нибудь. Ой, да, 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 да. Чипрел тоже очень много фармит ракетами. Он, считай, три ракеты сразу закидаешь, если все попали. Такое. Да, ну, Чипр фармит ракеты. Тем более, да, тем более, что он фармит ракеты. Нет, там что-то пишется, если, по-моему, в тени попадает. Если что? Ну, если в день уходит. То есть, если ты в невижении попадал. Нет, 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 оно на все работает. В крафте в первой доте, там, пишешь команду, минус что-то, я уже не помню. Минус АА вроде. Минус процент попадания твоими вот такими способностями, как... А там такого у Диваура была в доте Мирой? Нет, у Мирана тоже была, у Мирана тоже была. У Вальки была. Я не помню, я не понял. Ну, это такое. А интересная строчка. Нас просили с самого начала основания Хона. Прошло шесть лет. Получай. Вот вам и эта отзывчивость. Просите что-нибудь еще, через шесть лет вам сделают. Шесть лет на это потратим, да? Так, смарт-кастинг. Смарт-кастинг это... А, на то, что способность. Без нажатия можно использовать. Я это тоже прочитал, но не понял, что это означает. Я что-то недопонял. Например, старт-линки наводите на цель, нажимаете Q, и он сразу летит, не надо левый клик делать, чтобы... Андромеда, первый скилл, стан, комета. Нажимаете на Q, и как только вы наводите на цель, то есть, где курсор на какой-то цель, стан сразу полетит. Нажимать левой кнопкой мыши, не видно. Ты уже это проверил, да, Нэнти? Я это проверил в другой Молбэйби. А, чай. А, ну подожди, а если... А если я буду в файте, нажмю стан, а у меня мышка будет на мне, допустим, курсор, а я захочу застанить там девауэллера в конце файта. Если это пандамониум, то ты прыгнешь сам на себя. Если это андромеда, то ничего не произойдет, потому что ты сам себя не можешь коммертировать. Но эта опция включается в игре. Да, это в настройках она будет включаться. Да, это не критично. Но я не знаю, насколько это будет... Мне кажется, это больше для казвальчиков, которые там быстро играют, и так далее, и быстро все дают, быстро стан, и так далее. Да, ну не знаю, это настолько... Такие уже доли секунды? Для Блицмода, скорее, даже. Да, для Блицмода. Вот это да. Вот индикатор атаки башни, это мне нравится. На, то, что когда тебя атакуют, ты оповещают, что... Тебя еще и звук добавили, кстати. И область. Еще сирена будет. На весь экран. Нет, честно, мне это нравится, потому что... У меня столько моментов было игры за героев наподобие Мойры, которая кастует где-то иллюзию, но вот срочно надо, кастуешь, помог, там, все отлично, файт выиграли, и тут ты, понимаешь, что-то не так. Ты в таверне. Оказалось, что ты действительно в Реджи Тауэр разошел, пока бежал к файту. Иллюзию создал, помог, все правильно, но умер. Вот эти звуки хоть как-то, ну... Главное, чтобы их можно было заглушить. Ну, или чтобы они были не настолько назойливы. То есть, если это хотя бы даже будет какой-то значок, но заметный, это не страшно. Если они будут действительно надоедливыми, то да, хотелось бы их, конечно, выключать иногда. Так, важное улучшение, но это, скорее всего, по игре связано, это не так сильно влияет, то, что загрузка игры 50% быстрее. Производительность какая-то... Поменяли фон, чтобы не грузил сильно. Ну, это в плюсе, в плюсе, в плюсе. Что, меньше краши будет, что ли, хочешь сказать? Я думаю, что меньше будет думать компьютер. Она меньше будет грузить, просто. Да, загрузка гораздо быстрее грузится. Сейчас, когда магазин открываешь, там сколько? Сразу по 2 гига занимает УЗУ. Как GTA 5. Когда начинает магазинчик подгружать этот весь. Так, редактор карт, это не сильно нас касается. Да, вон сразу к балансу герой. Изменения карт. Ну, изменения карт, там поменяли текстуры на Колдувари. Улучшили, да. Листово, шикарно. Пост Сопливцев вернулся, но... Да, 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 это поздравим всех. Да, да, да. Все его ждали. К турнирному режиму чуть позже перейдем. Обсудим именно изменения Кипера, Хеллбрингера, Вэлдсола, Кейна, Каламити и Тородку, которые как раз добавили, но... Сначала их отдельно обсудим. С кого мы начнем? Ну, давай начнем с Луны, наверное. Ну, вот Луна. Мелкие изменения пропускаем, потому что они не такие значительные. Ну как, Луна не мелкие изменения? Нет, ну, я имею в виду дальше уже там. А Луна нормальная, да. Классное изменение, это увеличение, очень сильное количество целей, попадающих под ее стан. Красный стан. Красный стан. 8 целей, то есть, если герои стоят рядом, это точно, что все герои получат стан, и, по-моему, 2 из них точно получат 5 секунд, то есть максимальное количество стан. Нет, 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 там растянуто немного. Там 5 секунд получат только последние, но предпоследние получат 4,5 и 4. Ну, это тоже довольно-таки. Это все нормально, да. Это не столь важно, это на самом деле хорошо, потому что частенько бывают лишние цели, то есть, там, крипы, все такое. Ну да, это немножко уплощается. Все лишнее, да. И сейчас даже с вот этим, вот, ты застанешь максимальное количество целей, то есть, ты не можешь здесь, можешь действительно не отвлекаться на то, в кого давать стан. Стан полетит во много целей. Тут даже дело не в том, что отвлекаться. Раньше, если, ну, как, вот я много играл о Луну, очень люблю этого героя, то пачка крипов, ты боишься через пачку застанет. Ты понимаешь, если стан полетит как надо, ты застанешь на 5 секунд. Ну, ты боишься, потому что редко, но такое бывает. Да, может, в последнем крипах. Стан просто в крипах, в крипах остается, и все. То есть, и герой какой-нибудь, хардлайнер, баблз, просто пешком убегает дальше. Ну, да, в 8-7, да. Поэтому сейчас ты смело кидаешь в крипов, и ты понимаешь, что еще плюс к крипам, то есть, все герои, которые рядом будут, тоже получится, там, ну, гипер просто усиливало Луну. Ну, и количество АЭС, которое Луна получит, кстати, со всех целей АЭС, а ограничители АЭС вроде в Хоне отсутствуют, насколько я знаю, да? То есть, чисто в теории, какая-то керри АЛуна может просто... Ну, это так уже. Ну, на самом деле, я больше двух с половиной атак в секунду не видел ни разу в Хоне. Нет, там где-то было видео, где Мэдмен под кучей бафов всяких, просто... Не, ну, давайте не рассматривать такие именно чисто это. Нет, на самом деле, вот еще Дежавю изменили. То, что она будет невидима 3 секунды. Наконец-то Дежавю действительно что-то делает с красным режимом. Это то, что после возвращения на исходную, то есть третья активация способности, получаешь 3 секунды инвиза. Ну, не могу сказать, что я часто буду это использовать, даже играя на АЛуне, но может пригодиться. Ну, тебе Дежавю реально спасает, потому что иногда его используют, тебя догоняют, тебя убивают. Чаще Дежавю мы реально... Ну, реально 80% использования Дежавю это просто ради бувспида. Ну, и замедление за собой еще тоже полезно. Ну, это уже реже. Ну, реально, самое частое это просто ускориться. Догнать или убежать. Просто замедлить за собой это, наверное, более-менее иногда. А вернуться в свою иллюзию это реально редкость. Ну, либо там... Почему, когда ты пытаешься доджить вообще? Да, 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 можно. Даже автоатак последний там в тебя летит, можно там. Он как бы, да, он... То же самое, как Метон. Да, нет, там на самом деле много чего можно задоджить. Ну, когда как. Это дизжойнт. Да, до этого почему юзабельно было. Да, да. И, а то просто сделали более юзабельно. Культуре немножко удешевили, это тоже плюс, как бы. Ну, в целом, не такие уж большие изменения героям. Ну, а Луна и не была плохим героем, на самом деле. Ну, а у нее скилл такие не самые лучшие были. Вряд ли она вернется в компетенции в изменениях. Не, не, вернется точно, я уверен. Не, Луна точно станет очень часто. Восемь зарядов, восемь целей. Восемь целей для стана, вот это вот самое важное. Это, я не знаю, это номер два после хапплингера. Точнее, это в топ-3 входит изменение этого патча, на мой взгляд. Вот это восемь целей, это сумасшествие какое-то будет. Ну, это важно, я не спорю. А весь ганг можно вот этим вот скиллом остановить просто. Понимаешь, выходит ганг, и там толпа, сквозь грибы, она просто остается и всех тормозит. Ну, если ты встречаешь толпу в лесу, то и так мог ее остановить было. Четыре цели она станет. Там вряд ли пять человек. Ну, тут больше то, что через крипов можно нормально заснуть. Тут как бы заносит, ты объясняешь, что как бы в крипов нажмешь. Тут больше, да, тут просто больше гарантия того, что ты зацепишь как можно больше целей. Нужных тебе, то есть героев. Ну, на самом-то деле, да, луну подняли, и неплохо. Что у нас дальше? Арахна, да. То есть, ограничения по предметам ее брали, да? Да, с первого с пола. И модификатор. И теперь это не больше модификатор атаки. Ну, можно лайфсил спокойно торить. Да, теперь лайфсил просто. Теперь не надо переключаться вечно. Это только для лайфсила, плюс я считаю, потому что если собирался даунбрингер какой-то, не было проблемой переключиться в нужный момент, там, когда тебе нужно было. Только лайфсил, когда нужна постоянная тычка нужна. Ну, шелдбрейкер тоже нормально. Шелдбрейкер можно было вешать и так, ну, то есть, кью, тычка, кью, тычка. Не, ну, все равно это все надо было, тебе надо было кью не ставить на автокаст. Может, это было, да, поставить какой-нибудь мод, который потому что на самом-то деле, перед каждым ударом нажимать кью, ну, проблематично это было. А, ну, чуть-чуть лучше сделали, но сказать, что просто, ну, если бы что-то еще урах не поменяли, я бы сказал, что ее там улучшили. Ну, это такое мелкое изменение, но все же. Для папы, мне кажется, что нормально пойдет. А в рамках, кто нам типа, кажется, больше пойдет. Армадон, сделали способностью в ПСКД, да? Да, у него? Во-первых, у него иглы стали... Автокасты. Да, во-первых, второй автокаст. Совершенно бесполезный, по-моему, автокаст. Автокаст. Мне кажется, у половины любителей Армадон, а теперь просто клавиатура будет живее. Так, а зачем тогда? Нет, тогда полезнее будет, если ты бежишь вплотную за кем-то и ты можешь включить автокаст, так же, как ты и кавер там включить на авто, ты кавер, убабился. То тут так же будет. То есть оно моментально сработает. Быстрее, скорее всего, на доли секунды, чем ты нажмешь, и это возможно спасет. Тебе ты убьешь там врага быстрее, он не уйдет с радиуса или еще что-то. Ну, в любом случае, лучше пусть кайну будет, чем бы и не было. Но на самом деле, что важнее, количество урона до... Ну, в полтора раза чаще будет. Ну да, надо было получить 250 урона, теперь 150. То есть эти... Но реально, мне кажется, у всех были ситуации, когда вгрызались Армадону в спину, Армадона убивали, но уходил реально просто сквад команды на 5 хп. Но еще не внесли изменения именно на урон от этих игл. Они его оставили старым. Не, урон тот же, но в целом урон тот же, да. Их будет вылетать реально в 2 раза больше. Там ты делаешь, что старый Армадон стал нам чуть-чуть сильнее. Где-то в полтора раза. Но это популярность в спину повысит немножко, потому что герой сейчас вообще его даже в спину. Да, он редко стал, потому что... Я пару дней назад пикал. Минус 7, да. Чисто на панец я иногда добавил. Минус 7. Потом, ребята, живое доказательство. Пока не берите Армадона. Артиллерию, честно, я вот как-то даже пропустил. Не читал про него? Нет, честно, я не сильно интересно было. Ну, нормально такой. Первый скилл сильно очень достал. Поставили на пули зарядки. Ну, весь вопрос в том, первый скилл какой будет. Как раньше, то есть он прямо стреляет и адекватно попадает. Нет, он остался такой же. Ну, ты стреляешь человека в упор. Там бывает половина ракет просто не пойми, куда летит. То есть ты стоишь, не меняешь направление. Они же прямо ни одной линии все. Рядом пробиваются. Да, как-то получается какая-то фигня. Как вот на медверсе, да, Шарту? И ты прямо... Самоспособность осталась та же в плане механики. То есть точно так же будет мимо все пролетать. Изменили... Нет, мне кажется, это понерфили, честно говоря. Нет, 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 так осталось. Так, а все осталось. Просто тут урон увеличивается за каждую выпущенную ракету. То есть действительно большой урон будет уже под конец золпа. Нет, смысл в том, что ракеты, много говорит, вылетали мимо. Они точно так же и продолжат мимо вылетать. Да, да, да. Просто раньше, раньше она стреляла прям по линейке. То есть все ракеты заходили... Да, вот первая артиллерия мне очень нравилась, честно. А вот которая теперь там половину ведет куда-то, не пойми куда. Ну это все фигня, давайте о Больфагоре поговорим. Да, давайте. Артиллерия это не особо. Фигня, я говорю, это не особо изменит. А вот Больфагор я прямо... Больфагор, да. Жажду. Колоссальное изменение. Особенно то, что вот эти неустойчивые приспешники, то есть на всех левелах ульты, это просто что-то с чем-то... Первый спел 120 градусов, это оно очень мало. Мне больше понравилось, мне еще очень понравилось, что Сайленс, когда висит на героях, уменьшает КД ульты, либо если ульта уже откодешилась, набирает заряды. Да, то есть теперь Сайленс достаточно сильный скилл. Синергию ходит с другими клавами Больфагора, до этого не было, это такого, то есть Сайленс и Сайленс, да. А сейчас заряжать ульту очень просто. Снизили и кулдаун, да, вроде бы на всех уровнях? На 90 сделали на всех. 90 сделали, и это очень, на самом деле, ну правильно сделали. Но тут самое главное в том, что вот эти неустойчивые, на мой взгляд. Потому что раньше Армадон пока 16 берет, Армадон, говорю, Больфагор пока 16 берет, уже игра, то есть ты или запушил их, или уже как бы перешел, Больфагор, да, уже страдаешь, он уже не то. А сейчас, когда он на шестом может бомбануть, и там взорвутся эти крипы, и сверху какой-нибудь, я не знаю, еще кто-нибудь стил даст, то уже очень много дэмэджа. Очень-очень. А, смотри еще, за каждые 50 маны, потраченные вражескими героями поблизости время перезарядки, способность уменьшается на одну секунду. Ну да, он очень маленький будет. Так это, извините, в нормальном файте у него ульта уже дважды прокнут. Так и будет, при начале пуша, и при том, когда уже следующую вышку будут дефить. Это очень тоже сильно. Нет, это не то, что в начале пуша, да, там, за буквально, может, 15 секунд два раза он ультать. Ну, 50 маны на самом-то деле. 50 маны плюс ты ее заешаешь. Любой герой за рассказ тратит, но приблизительно 300 маны. Возьмем хотя бы 4 героя, 1200 маны. Мне не забавно, что ты еще должен включить альницу. То, что один из этих героев будет кто-то вроде Пиромансера или Рэчит Хаги, у которых Монокост, он где около 600. Ну да, 4 маны, только что они ульты, у тебя минус 12 секунд, когда я ульты. Нет, там действительно можно два ульта чуть ли не подряд дать, там, меньше чем 10 мультилоэк. А количество ульта у нас этого просто колоссальное получается. Да, это же... Ждем Аппо и Думе, что они нам расскажут. Ну да, по гору нам покажут, я чувствую. Ладно, но Бегемот это вообще нечто. Бегемот? Саппорт потенциал ему добавили чуть-чуть. Ну вот это вот второй... Вот это вот второй спелл... Я все понимаю, но Бегемот седьмого левела с Макшиным вторым спеллом без ничего, без единой веточки. Со вторым спеллом 310 дэмэджа на седьмом левеле. Ну, и... Каждый пять. Ну... Ну, это сложно дать, но все толку. У тебя первый скилл, а уештый на столько же урон дает. За Макшиным первым спеллом, а когда КДш, я там, кстати, 370. Ну, он у тебя ОЕ истан дает, а второй спелл. Ты будешь подходить к каждому битму на 300? Ну, не знаю. Как заводишься? Мне это очень нравится, потому что, на самом деле, частенько не хватает Бегемота вот немного дэмэджа, когда ты входишь, и ты не хочешь тратить ульт. Но вторых все равно не будут максить никак. Да нет, это больше так на изи-лайн, когда ты идешь, там, кто-то там есть, ты там с саппортом, с каким-нибудь Гласиусом, какого-нибудь хардлайнера погонять. Это больше для этого. Как ты успеешь второй скилл дать, еще подойти и стукнуть? Каждый будет знать, что от тебя надо. Нет, ну с контролем каким-то, да? Ну, нет, с контролем это вообще южис кэш. А в плане... Только под лейтгейм, если убивать кого-нибудь в соло, может. Ну, мне нравится. В плане процентов это от основного урона или ничего? От базового, точнее, или от того, что есть? Что это за процент? Да, надо смотреть самые игры. Если не указано, то, скорее всего, от того, что есть, от всего. От того, что есть, да, по сути. Ну, я же верю, то есть, ну... Нет, если у бегемота есть... Бейс дэмэдж это... Без ничего это 300 с лишним дэмэдж. Бейс дэмэдж? Угу, бейс дэмэдж. Бейс дэмэдж. Бейс дэмэдж, да-да-да-да, я посмотрел только что. А, но бейс это не так ОП-шно. Ну да, бейс это да. Сегодня 600 атаки было у Кезу. На 18 уровне. Просто со вторым... Еще криты собрать и готовы. Ну да. 600. И кливер, да? Парочку. И там бригеров по 500 дэмэдж, да? Нет, там уже много чего. Можно-можно поизвращаться, конечно, но... Ну, на самом деле, приятно все равно. Эта тычка, как бы, и так была не маленькой. Сейчас действительно она посильнее стала, но... Бегемота мы используем. Мы про бегемота даже не забываем. Поэтому... Хоть немного подняли, ну и на том спасибо. Вот бомбардир следующий. Вот бомбардир неплохо. Ну, действительно, сделали сильнее. Без споров, по-моему. Ну, так незначительно, но он пойдет. Ну, как ты скажешь? А очень полезно, что второй скилл теперь два заряда имеет на последний раз. Второй скилл два заряда, да, действительно, то есть... И как бы бомбочки в АОЕ, ну... Не скажу, что это уж слишком полезно, но... Ну, в тимфайте, наверное, пополезнее раскидать, если по всем. А, подождите. А второй скилл стакается два этих? Ну, скорее всего, нет. По демиджу, да. По демиджу стакается, то есть... По слоу нет, да? Замедление нет. Замедление, по-моему, не стакается. Я вот проверял, насколько я помню. Замедление приблизительно тоже остается. А демидж, по-моему, идет от двух. Но я, честно говоря, не буду говорить с уверенностью. Это надо проверять. Так теперь, получается, фармить гораздо легче даже. И тогда было легко фармить. И еще легче, если будет бомбдаст. Ну, да. И в лейд-клейд-гейм уже там можно нормально так гпм скандить. Нет, а если вот замаксить бомбдаст, сразу повесить на нескольких героях и генуть бомбардную. Это сколько там? Тысяча демиджей сразу будет каких-то, если все это против? Как надо. Ну... Ну, там не знаю, насчет тысячи, но там больно. Чему тысяча? Ну, очень, ну... Считай, если каждая бомбочка триггерится, да? Да, бомба 100 урона. Одна бомба 100 урона. А у него сейчас максимально... Всего 4 бомбы. Ну, по 4 за каждому, то есть. 4 заряда и... 2 заряда. 2 заряда. 2 заряда по 2. А, ну, как это нормально. То есть, если они вплотную стоят, это 400 каждому? Ну, да. Если вплотную. Не, ну, это убирает вот билд через макшене бомбочек, по-моему. Типа, накидывание этих 4 бомбочек и через них ДПС. Также, по-моему, на раз, на два будет. Будет интереснее теперь... Ну, блин, не знаю. Я всегда максимум бомбом. Мне всегда она нравилась как-то. В первую? Обычно бумдасты, вроде максов. Я никогда не максов. Я их качался... Ну, бумдасты, это для того, чтобы доминировать на миду. Прямо... Да, да. Но я никогда их не махал. Я всегда буду с бомбом. Я понимаю, что это неправильно, потому что все-таки бомба такая вещь, попал не попал. То есть, неправильно максите? Ну, не скажу, что неправильно, но я понимаю, что, возможно, бомдаст максит профитнее. Потому что все-таки эту бомбочку ты повесил, она уже на нем висит. То есть, в любом случае, ты его ударил, она взорвется. Ну, суть всего, герой был то, что ты повесишь первый скил, и потом сульта отобьешь, как-то. Да, да, да. От постановок. А под бомдаст ты там никого не добьешь? По-моему, в предыдущем таком патче, который меняли героев, бомбочки немножко добавили демеджа первой. Действительно, она стала в конце. Бить очень больно. Я всегда максил ее. Ну, вот, конечно, вторую... Ну, теперь действительно даже больше я буду качать. Вот первую, потом вторую докачивать, а потом уже только бомбочки. Потому что все-таки два заряда появляются только на четвертом дабыли прокатчики. На ней, в любом случае, это ситуативно. Смотря против кого стоишь, как стоишь, кто там рунный контролит, не контролит. Ну, как бы... Это как из серии там с фараоном, с кракеном. То есть, раз на раз не приходится, как ты его раскачиваешь. Смотря, что нужно конкретно. Да, ну... Да, в принципе, да. По бомбардеру все? Ну, в любом случае, герои немножко получше сделали, как помню. Но он будет больше, мне кажется, юзабельным. Чуть-чуть более юзабельным, да. Чуть-чуть более юзабельным, да. Чуть-чуть более. Так, ребят, по Calamity. Calamity добавляют в турнирный мод. Ого, Господи. Комиссальное изменение. Помимо этого изменения она в турнирном моде. Как саппорта вообще будете ее использовать или нет? А, во, Calamity как саппорт? Ваще нет, да? Я же не знаю. Нет, ну она вообще как саппорт. Она сильнейший саппорт. Нет, на 50% летит и снижает тормор. Это не было героя. Это не было героя. Это дракончики летают вокруг. Это дракончики. Это бодяга. Это бодяга. Нет, это просто Calamity. Да нет, ну вы что? Она как саппорт может еще делать? Ну у нее ульт хороший, мне кажется, что у нее саппорт. Во-первых, это не саппорт. Ульт первое. Второе. Ни одного такого саппорта нету, который 100%. Как саппорт может хараситься с Харлайнером. Это нереальный харас. Рабсодия. Рабсодия. Нет. Да ладно. Да ну что, да ладно, елки-палки. Она с Альфореса на Меду харасит. Но многие Драконы не летают по области. Она на Меду с Альфореса дохарашивает до полусмерти. Вон, я просто видел всего одного игрока на Calamity, который четко ее прямо вот я делал. Это Никитон, Патриот. Вот ему я уверен дать ее на саппорта, как вторым саппортом точнее. Ну то есть там есть Гласиус какой-нибудь, который в Вард Бич. А вот Calamity там бегает, подфармливает лесу к дракончикам и все такое. Нормально абсолютно. Ну и потом ульта такая, как бы очень юзабельная, на мой взгляд. Ну ульта еще более-менее, но ей нужно очень много уровней, чтобы она что-то делала. А как саппорт у него не будет до сих пор? То есть ты, допустим, будешь тарасить суицидеры, у тебя будет первого уровня дракона и он особо не нахарасит. Тут просто все вместе с этими. Добавили эту баунти мерик или как он там называется. Да, да, это интересно. Теперь у саппортов больше бабок. В перспективе, если будет возможность такая, как в Доте, например, когда саппорты Аганим собирают. Есть саппорт, который кладет глобальную клетку просто на всю карту. Кладет где угодно клетку. Это очень сильно, на самом деле. Ты же понимаешь, что это всего лишь ульта, а саппорту помимо этого нужен какой-то дизейбл, поддержка на лайне, а этого ничего не будет от этого героя. Первый скил. Первый скил. Первый скил. Это не дизейбл, как бы. Ну, как бы. Эй, это под кого-то его нужно, под кого-то. Я же говорю, это в любом случае не мейн саппорт. Это второй саппорт. Сколько рейндж атаки у каламити просто? Не, ну, ребят, я понимаю, но рифты же тоже пикают, как саппорты. И что, есть контроль? А, ну, у рифты есть хорошее замедление. И, как бы. Ну, у ульта у нее нормально. Что-то оттянуть. А у этой что, у ульта? Нормально? У каламити тоже как замедлить нормально. Не, у рифты она как стан идет, а у каламити можно заводить. А у каламити это больше, как просто, да. Если более-менее жаришь там, как. Ну, если растеряешься. Иммобилайз больше. Что это? Тогда каламити сравнивать с саппортами, которых мы сейчас используем. Там, Рапсодия, Веглациус, Эмпарс. Не, так это мейн саппорты, понимаешь? То есть, я имею ввиду и серии. Бегемот. Он же не может основным саппортом быть? Он не может быть основным саппортом. Так, второго саппорта профитнее взять того же Бегемота, да. А если его нету? Тут, как бы, ты же не уперся же. Ну, как берут второго саппорта, который потом будет покупать артефакты, какие-нибудь, Portal. А что будет покупать каламити? Каламити, как бы, она инициировать, если бы, не сможет. Ульта это как-то. У меня больше инициаций, это ее ульта. У него больше инициаций нет. А только можно легко уйти, как бы. Поживем, посмотрим. Я не совсем разделяю. Единственный минус на мой взгляд, она ловкача. Она ловкача. Это один из минусов того, что, возможно, ее не будет. Она ловкача. Есть инженер, ловкач. Моа инженер, они тоже. Моа инженер. Но новое Моа, как бы, немножко другое уже. Справнили, конечно. То говорите, контроля нету, то говорите, Моа инженер. Моа инженер, это и есть контроль. Так это контроль. Так, не, поэтому они и пикаются, несмотря на то, что они ловкичат. У Calamity даже замедления нет. У нее есть вот эта стяжка, которая там кое-как работает, непонятно. Ладно, давайте оставим в покое Calamity. Все это одно такое изменение, а не сильно. Ладно, карабты писают, что у нас. Радиус увеличен первый. Обзор больше. Ну и так, немного. Мы немножко подняли, в общем. Чуть-чуть быстрее. Главное, второе обзоре, чуть-чуть. И дальность перерывания увеличена. Ну, чуть-чуть апнули. Ну, помню, тут даже обсуждать нечего, но... Нормальные герои редко используются, но вот чуть-чуть. Давайте следующее, следующее. Все это ожидали. Дедлив. Это всем интересно. Больше не наносит большое количество вагона, когда выковариваете. Да. Это дословный перевод на Netflix? Думаю, что да. А, Unslot, как я понимаю, это второй спел или первый? Да, да, да. Это где? Да, это второй. Это Агр, да, второй спел? Да. Это ты спрашиваешь игрок на Deadlift? Ну, блин. Unslot, какая разница? Там же написано. На какой букве он, как он называл? Там же буквы сразу. Там, в пробочках написано. А, В. Ну да, это второй спел. Я просто не увидел. В региональном ходе то же самое, да. Да, так и переводится. Так, кто тоже зашёл почитал. Больше не наносит большое количество урона, когда у кого-нибудь убивает. Просто, когда ты уже кого-то убил, там большее количество урона уже не нужно. Или это процесс убивания имеет? Нет, это там в процессе убивания, когда у вражеского героя, то есть, меньше жизни становится. Там меньше демеджа, в итоге по нему входит потом от всего при... Не, ну я замечал, что вот если ты агришь на вражеского героя его же крипов, и у него там действительно остается одно хп из серии, его крипы его не добивают. Они действительно, вот, то что они выносит, такое ощущение, что они его хипят. В игре такая же почему-то, по-моему, вещь есть. Да, да, да. Что если ты агришь, то он потом, бывает, восстанавливает мне такое ощущение. Да, 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 да. И на героях то же самое бывает. Потому что вот третьим спеллом, первым, ты можешь добить, когда у него вот это вот ноль остается, грубо говоря. Ну, я приравню, там, единицу к нулю. А вот крипы вот эти вот не добивают почему-то с агриной. Вот была вот эта вот фишка, я не знаю, это либо её убрали. Я думаю, что как бы это, ну, тесно, тяжело понять. Ладно, ну, третий спелл, я думаю, всем понятно, что теперь он не будет спавнить им просто по кд на линии. 60 маны для героя, который всегда страдал от монопула. Ему тяжело бы теперь и третьим, и вторым харасить на линии. Ну, его просто перестанут пикать сейчас. Не скажу, что перестанут пикать, но... Герой, по крайней мере, не будет столь на зоне. Ему и чилистки не хватит. Ну, как раньше, спамить, просто опускать саппорта там и так далее. Ну да, спамил он действительно по кд, просто по кд. На первых, первые три левела просто по кд он спамил третьим сплом. Не в лес не походишь, не на хардлайн, как бы. Ну, в лес, может, еще и можно, но на харду, да, тяжелее. Но, в любом случае, он слабее стал. В любом случае, как бы мы даже не понимали перевод анслота, но больше не будет так много дэмэжа. Это мы прочитаем. Значит, то слабее. То есть, киний третий спелл теперь стоит не хп, а ману. Естественно, теперь он прекратится, вот этот вот бесконечный спаун. Что у нас дальше по списку? Демент и шаману. Демент и шаману. Да, тоже ничего такого. Уменьшили кулдаун. Больше нету задержки, когда вешаешь на себя. И культа чуть больше радиус. Ну, это ничего. Ничего того, чтобы такого прям важного. Ну, второе. Больше не иметь лишний фрейм, когда на себя, как бы. Ну, хорошо. Потому что бывали случаи, когда кидаешь и умираешь в этот момент. Да, на себя тоже не успевают. И, на самом-то деле, на первом левеле прокачки коденни 45 секунд, а 30 тоже приятно. Потому что всегда хотелось прокачать Unbreakable на раз. Вот. Просто, чтобы, ну, вдруг допивают, кинуть. Вот, действительно. Потому что часто бывает вот этих вот 100 дэмэжей не хватает, чтобы убить. Ну, можно разводить. Разводить натычку, на скилл. Вот эти вот. То есть, по таймере, на раз хочется качнуть Unbreakable, но вот эти вот 45 секунд КД настолько отпугивали. То есть, хотят уже либо его качать, либо не качать. Но 30 секунд, как бы, 45, это большая разница. Ну, это неважно, извините. Ну, для Хона, да, это метод, да. Большое. Дальше. Теперь он имеет с первого левела пассивку. Не надо больше качать КДР армор. Можно качать внучку больше, дамажить больше. Ну, я считаю, это просто подарок тем, кто любит играть на пужах. Это тризент. Ну, это логично, на самом деле. Ну, да. Давно пора получился. Давно пора, да. Честно говоря, не столько ради Magicar War, а сколько ради стрэнджи, когда ты активно играешь. Это что-то вроде торотки, как набирать эти ульты заряды. Ну, да, да, да. Тоже с первого левела. Ну, давно пора было. Больше сказать нечего, наверное. Что? Доктор Репальца? Все. Теперь недогерой. 450 атак ренджер. Такой же сильный будет как бы. Он же обычно стоит где-то в трипле. Ну, частенько, да? В какой трипле? Репульсер? Ну, с саппортом он может стоять. Да, он стоит с саппортом. Я не спорю, что с саппортом он стоит, но... То есть, против Хардлайнера он может стоять против Рэнджоу. Ну, тут весь вопрос, там, ты про турниры говоришь. А в пабах это будет чувствоваться. В пабах это будет чувствоваться. Даже с тем же самым Кракеном. Уже будет легче ловить репульсера. Потому что ему харасится. Уже чуть-чуть ближе надо. Чуть-чуть. Конечно, не сильные изменения. Но все равно. Честно, но все это чуть-чуть. Вот чуть-чуть. Потому что, ну, 50 Рэнджоу это настолько, ну, для некоторых не ощутимо. Все-таки. Но это всего лишь, ну, 10%. Ну, это достаточно. Ну, нормально. 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 Да. Всего лишь, ага. Честно, ребят. 50 всего лишь. Играй. Понятно, что это много. Я говорю, что в паблике половина этого просто не заметит. Посмотрим. Эмеральд. Паблики. Другую игру им подсунем. Есть люди, которые не заметят. Как бы это не показатель. Ну, как бы все равно это основное количество, что играют у в паблике, а не в турнир. Эм. Паблики. Что я хочу? Эмеральд Варден. Эмеральд Варден. Да здравствуй, тренджендер. Ха-ха-ха. Который, конечно, Эмеральд Варден с трапами. Который, да. Который, да. Макс третий скилл. Ха-ха-ха. И волков. Да, нет. Оно не качает волков, но не качает волков. А, понятно. Третий скилл и плюсы, да, чисто, что помнишь? Макс трак. Мерзкий. Так, ну, что там. Увеличен урон с волков, увеличено количество ловушек. Ловушку активировать вручную. Ну... Такое. Поле-менее. Считать против инвизоров, когда не надо ее тыкать самому, чтобы она кидала. Ну просто подстану, подстану, можно на 3 скилл давать. Вместо того, чтобы ты даешь скиллы, и потом тебе нужно стрельнуть от него, чтобы чувак успел попасть в него. Ну да. Ну конечно, я ждал, что она все-таки сделает, что будет стакаться у Иван Словушин, то есть что можно было бы стаки фармить, разгонять ГПМ, это все что-то печально. Ну да, некуда его ставить. Слабовато. Раньше считали самым богом. Ну раньше, а потому что его понерфили, но его же сильно нерфили. Ну а что ему понерфили? По-моему. Умирали, да, сильно нерфили? А что это самым нерфили? Умирали. Древе Сайленса вроде был, умирали. Нет, 5 секунд что ли? Думаешь там 10 секунд? Умирали, 6. Умирали, 6. Прирост. Там статы в статы, да? Может. Прирост только. Ну вот то, что урон с волков более-менее там. Снефори можно поставить как-нибудь на суете. Снефори. Снефори. Снефорфан, как раньше. Ну, по-моему, Эверальда так. Все равно. Что? Был героем не очень. Ну, у Эверальда такой же изменение, как у Инженера с минами. Что? Ну, как тебе сказать? Мне, на самом деле... Ходячие мины, это не ходячие волки. Для меня изменения у Инженера сильно... Это намного лучше, чем у Эверальда. Смотри, во-первых, уменьшено время перезарядки мин. То есть, для вот тех людей, которые тпшатся из-под колодца на линию и расставляют мины с первого левела, это плюс. Во-вторых, увеличен урон. То есть, чем... Ну, в начале, чем больше ты поставишь мин и, естественно, у них больше урон, у тебя больше шансов сделать и тпшку и ману. То есть, да, мин 6, но это окупается тем, что больше дэмэджа. И есть один минус у этого всего. Просто количество минеров. Представьте, в пабликах вот этих, которые не качают ни кегу, ни турельку. Да. С минками бегают всю игру. Минируют там. Пуканы своим союзникам просто минируют. Ну, не знаю. На самом-то деле, инженера сколько? Ну, ты часто видишь минирующих инженеров? Не, я вижу тех, кто качает минки на раз и дальше качаются нормально. В пабликах. Но сейчас ты видишь каждого инженера минирующего. А, я не думаю, честно. Я думаю, что это будет пару дней, не больше. Нет, это будет чаще, чем сейчас. Это изменение больше для турнирных игр, чем для паблика. То есть, то же самое инженерное видео, он будет намного сильнее. Он будет выдавать просто нереальное количество дэмэджа. Потому что там с тем же пейблзом, да, то есть там вообще скиллы все вместе. Очень много будет давать. На самом-то деле, 400 дэмэджа это очень много. Очень-очень. Это на последнем уровне прокачки, вы не забывайте. Нет, но все равно в начале, если даже на один взять, там на четвертом левеле вместо турельки, допустим, или вместо кейми. Ну да, 175. А, конечно, ущерб турельке будет качаться. 175, как бы, это предпочтительно нормально на стан накинуть. Ну, это предпочтительнее, чем там первый либо второй левел турели. Да, да, да. Ну, и как бы, в чем еще суть? Если инженер-саппорт, 450 ранжи позволяют тебе закинуть мину на глиф, на место варда. То есть, если, допустим, ты контр-вард внизу поставил, ты знаешь, что там вард стоит. Что-то вроде, можно либо Тансполар апсоди использовать, наверное. А, что турель не закинуть? Раньше турель закидывали и снимали. Ну и турельку можно, да, как бы. Ну, турелька... Турелька, она временная, понимаешь, что ты успеешь, не успеешь. То есть, турелька еще, во-первых, за турельку, если ты без ничего, ты можешь не успеть 4000 кидать за турельку. Не, успеваешь, если подходишь. Успеваешь, если ты знаешь сразу, где стоит. Да, ты можешь кинуть турельку чисто посмотреть, ты увидел, а надо идти снимать. То есть, дело такое. Для варда можно и второй раз турельку кинуть, ничего страшного. Блочить кемп сейчас будет легче там. Я не знаю, если закидывать в леса куда-нибудь. Извините, сейчас я выключу. Ну да, раньше если полили по деревьям с хаваным, то теперь уже... Ну можно было ногами разминировать, а сейчас такое уже будет. Геморрой чуть-чуть. Там, может, паразиту сложно будет прорубаться, разминировать. Еще не знаешь, где рубить надо. Угу. Так, что там? Гладиаторов? Я читал, читал, ничего не понял. Ну, суть в том, что просто увеличили показатели интеллекта, и теперь легче будет попадать ультом, и можно будет хилиться под вот этим вот эффектом. Ульт поменяли именно то, что теперь не в точку, когда на конце круга, а теперь в любое место можно в этом кругу. В любое место, где ты стоишь. Ты можешь выбрать, куда ты его кинешь. То есть он точно туда попадет? Да, да. Точно, да, да. Но время такое же будет, как и раньше, что она будет катиться, будет чуть дальше. А, ну и вот это сообщественные бонусы. Потому что можно под себя кинуть, да, ее? Да, можно под себя. А, ну это классно вообще. Ну и можно будет отбиваться баночками под эффектом вот этого бафа на поглощение. Да, там все, можно и Portal-K юзать, и все, что хочешь. Даже пока демаж наносится, насколько я знаю. Да. Ну и заряды страйдерса, да, вот написанные тоже будут считаться. Ну это классно. Ну, не то чтобы сильно существенно, но будет проще играть. Не, ну ультс это существенно. Именно удобнее играть и в замес можно будет, в замес хотя бы не будет куда-то в другое место ультс лететь. Ну это баф, чистый баф героя. Это для любителей под себя кинуть ультимейт, он мимо куда-то прокатится. Ну это... Не, ну все равно не под себя... Да, да, да. Потом бежать опять вперед. Типа гладиатор, который дамажит в замесе. Я понял, вы обсуждаете ульту гладиатора, да? Да. Насколько я понял, вы обсуждаете ульту гладиатора. Угу. Логично было. Да, на самом деле приятная штучка. Типа, что не надо вот это вот отбегание. Ну, либо это влетало в начале замеса, там, ты только прибегаешься, нужно попасть, а сейчас ты, как бы, можно замес начать и уже замес как раз-то прилетает. Ну да, когда ты видишь, уже какой-то контроль вошел, что действительно хотя бы две секунды, ну, будут стоять на месте соперники, уже можешь кидать смело. Ганблейд тоже неплохо так подняли. Так, ганблейд. Ганблейд, да, наконец-то вот эти выстрелы, три выстрела, они будут прерываться какими-то царльницами, станами. На самом деле, очень сильно докучало это. Тоже второй мгновенный, это тоже круто. Да, и щит на бегу активировать, убегая или догоняя. Как насчет трус-трайка. Да, вот у меня, честно говоря, больше за такую общался. Зачем? Ну, это тоже хорошо войдет. Ну, это все против тех же этих людей, у кого там бабочки уже есть. Рейдгейм, у кого Вингбул. Да, но все равно, как бы, знаешь, мелочи нам приятны. Ну, да, по-моему, это достаточно сильно уже. Трус-трайк сразу на 200 ранж. Да, это чересчур, да. Это из серии, как вот там, я не знаю, у Полика есть Хекс или у Вичслейра, да. Там люди копят 5000 и выше, чтобы купить Хекс. А тут сразу у тебя Сэвэдж Мэй строены без урона, ну, как бы. Да, но при этом мы этих саппортов редко берем. Ну, редко-то берем по каким причинам? Ну, они слабы. Левелы нужны. Да, они слабы без левелов вначале. Ну, Вичслейра еще как-то, да, с Полевогом вообще у нас тяжко. Ну, если МС поднять до 315-315, то можно брать. Так они очень медленные. Да сейчас Полик уже на мид зайдет с этими молниями своими, которые вернули. О, единственное, кого я забыл посмотреть, как это, это Полевог. Я не посмотрел, как там молния много работает. Как старая, как старая. Да, вернули, старая. Да? А она в тень будет улетать, как раньше? Ммм, не должна. Чё, переходим к самому большому, самому важному? К жемчужине патча, давайте. Да, вот это, вот это сладость, действительно. Тут как бы и строчек прям, внушительно. Ну, обзорчик все, да, видимо, уже смотрели. Я думаю, да, все видели, но первый скилл – это нечто. Только по мне, это действительно просто нечто. Это просто 500 урона с двумя фирами. Да, просто 500 урона, во-первых, это первое. Фир, чуть погромче микрофон сделай. А, да-да-да. А, во-вторых, это два фира, которые могут прервать атаку, ченнелинг, что угодно. Ну, и там дистанция достаточно. И причем, да, действительно, они кидаются с такой дистанцией, что… Как по мне, сейчас хилбрингер, вообще, вот, не знаю, почему у меня первое пришло в голову, но вот каким-нибудь темпестом, это теперь еще большая контра будет. Если раньше только альфа самого сбить, еще теперь и можешь фиром сбить. Ну, это сильно. Ну, ему реально, реально не хватало чего-то такого, контролющего. То есть, действительно, но вот эти вот два заряда, это как вот фоловить, кого-то догонять уже после того, как ты его отпустил на рейндж, просто супер. Нет, просто по сравнению с его старым первым скиллом, хилбрингер мой любимый герой, я хочу сказать, что старый первый скилл был полностью фактически бесполезный, это просто замедление МС и АС. Ну, нет, как вам исполезно? Оно не наносило вообще никакого урона. Да, ничего не делало. Это было просто замедление, то есть, этот скилл надо было давно менять. Как не хватило. Нет, на самом деле, очень сильно, что с первого левела два чаржа сразу. Да, они стоят по 100 маны, это там, не раскидаешься на первом левеле. Это дешево, на самом деле, 100 маны. Ну, как, у тебя в начале 300. Это недорого, скажем так. Просто нормально для такого скилла. С инергией, с другими скиллами, то есть, ты кидаешь на него вот этот дефбойл, и два раза феришь, и все это время тип стоит и получат от тебя автоатаки. То есть, он уже может спокойно один убивать. Он не просто может, как раньше, напрягать. То есть, постоянно накидываешь, 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 человеку приходится хилки возить, на базу уходить, а он может убивать уже. Это очень важно. Да, на самом деле, он более агрессивный стал. Надо еще им попадать, вроде как, тут не все так просто. Ну да, это как с ралли, честно, Артур. Ну, нет, не как с ралли, поверь. Нет, это скорее как шелл всего корпуса. Ульта Монарка, наверное. Нет, 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 нет. Смотрите, просто почему я сравнил с ралли. Ралли не просто надо нажать направление стана, а надо выбрать себя, либо союзника и направление. Ну, спят тяжелее выбирать. Вот тут будет приблизительно то же самое. Тут ты можешь... Нет, это как с ралли. Потом направление. Это нет, это скорее как ульта чипера. Тут не обязательно на себя выводили нажимать. Да, да, да. Нет, не обязательно, там просто любое уе. Нет, суть в том, что там же не мгновенно фир идет по выбранной области через какое-то замедление. Через секунду где-то срабатывает, прилетает. И через секунду он спускается, а потом уже летит в выбранном направлении. Через секунду полторы, с замедлением, так что. С маракой вектора какая область и... Нет, ну я не спорю, промахиваться им будут частенько. Ну, я думаю, это честно ли дело практики будет попадать. Как и с ралли. Когда он только вышел, новый скил был. Да, это тяжело было, надо было наводить, но... Я помню, блюж, кто-то на ралли показал. А, золотые компеллы, да? Золотые дни, да? Мы смотрели, по-моему, всей командой стрим. Ну, вот оно, шить, они вроде играли с ним тогда. Да, да, да. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я не помню. Я помню, что вы 13 насчитали. Так что он мышку-то починил? Ну, ладно, оставьте... Стэнс 20. А, давайте о 3-том скилле поговорим. Ну, давайте второй он покороче. Второй мы пропоним. Второй просто... Ну, покороче просто, да. Ну, он, так сказать, покороче. Я имею в виду, что... Меньше про него разговаривать будем. Изменили просто механику наложения эффекта. Да. Ну, всё-таки... Ну, всё-таки... Ну, как ульта Defiler, что ли? Как ульта Defiler? Да. Да, да, да. Приблизительно. То есть, 50 рейнжей нормально для Death Tower. Оно просто уже, чем у Defiler, но дальше. Под конец приблизительно также по ширине. Но это интереснее, потому что, во-первых, действительно, ты можешь достать до кого-то. Летит она, по-моему, довольно-таки быстро, насколько я помню. Да. Нужно больше, чем 1250 получается, но ещё дальше вылетает немножко. Ну, как у Defiler и Слизера приблизительно. Да, вот такой конусик по концу. Ну, действительно, большая рейнжа. То есть, можно достать до кого-то уже, который убежал далековато. Ну, и всё-таки АУЕ, что ты можешь на героев, на крипов повесить, так. Которые находятся на расстоянии друг от друга больше, чем раньше можно было повесить. Ну, это интересно, и я думаю, будет нормально. Ну, давайте к третьему сплу. Он интересный, очень интересный. Я вообще считаю имбовая вот эта вот пассивность 30% от нанесённого урона. Давайте в сравнении рассмотрим со старым скиллом просто, чтобы было понятно, где плюсы, где что. Ну, старый скилл накладывался на область. Старый скилл – это АУЕ дебаф, уменьшающий магическую защиту всех целей и хилищий хилдингера на процент от нанесённого урона по этим целям, на которых несет дебаф. Сейчас мы получаем просто пассивные отхилы от любого урона, нанесённого вражеским не механическим линитом. То есть башни как-то пульки не учитываются. И при активации мы теряем способность к лечению и получаем скилл, которому надо попасть. Замедление и минус мэджик армор. Замедление и минус мэджик армор. То есть мы можем выбрать между пассивным килом и минус мэджик армором. Ну, в файте, конечно, я думаю, всё-таки минус мэджик армор. Ну понятно, что ты будешь её накидывать в файте, если ты не на 100 хп, ты будешь её накидывать. И ещё интересно то, что когда хлоблингер умирает, этот приспешник взорвётся, так и так у всех замедлить и минус мэджик армор. Ну, 50% замедление, это довольно-таки неплохо. Да, то есть мы совместили этот первый бесполезный скил старых хлоблингер и его третий. Вот мне интересно, вот 50 секунд замедления ещё вот на 5 секунд. Оно будет все 5 секунд действовать? Ну нет, скорее всего. Или вот как вот до пужжи? Это скорее всего, это типа пуржен, да. Нет, это уже не скалировалось. Старое замедление не скалировалось. То есть оно не уменьшалось со временем. Но все 5 секунд было 5 секунд. Хотя от первого спыла, да, у хлоблингера было постоянное. А теперь АОЕ получается? Да. Оно не АОЕ, оно вешается на один таргет и вокруг него небольшое АОЕ. Приблизительно как дэмэдж от ТОСа. Нет, на всех врагов радиус. То есть это АОЕ. Не-не, это АОЕ. Это АОЕ, чистая АОЕ. То есть ты можешь его направлять, судя по видео, ты можешь его направить даже в инвизор. Не-не-не, ее надо направлять на цель. То есть прям надо выбрать цель, да? Цель, да. То есть и вокруг цели… А, оно написано, бежит к выбранной цели. Я же говорю, то есть к цели, то есть приблизительно радиус поражения вокруг цели, как у ТОСа Пэбблса. Ну, даже чуть-чуть меньше, наверное. Ну, как бы, если там стоят двое, трое рядом, оно попадает. Но не на область, что самое главное. То есть надо кого-то выбрать. Ну, рейндж тиши двести – это уже что-то. Ну, да. То есть даже если она хотя бы более-менее быстро бежит, то это… Ну, действительно, героя сделали полезнее, потому что у него, вот даже сейчас вот мы можем понять, что все сплы стали намного дальше доставать. Он действительно… И что это будет, как думаете? Хардлайнер? Я думаю, что это будет мидер. Давайте, может, еще ульт обговорим? Ну, не, ну, как бы просто спросили ульт. Ну, это мидер, нет. Я думаю, что это обычный мидер. То есть… Соло мид. Мид, да. Ну, торнамент, я имею в виду, чисто турнаменты. Ну, я про турнаменты и говорю. Его больше некуда поставить. Раньше, в принципе, не было места, куда его нужно было поставить. Сейчас ты хороший герой для соло мидера. Мне кажется, его усилили действительно мидером он теперь может быть. В чем… Тут ультимейт все не так просто. Минус появился ультимейта. Ну, я… Ну, я… Я плакал, да. Мне все. Больше не будет, что меня в Старкрафта. Шесть мальфаса. Нет. Тут даже не дело в Старкрафте. Теперь он просто нольфаером убил одного мальфаса одного. Очень тихо тебя слышно. Так, извиняюсь. Смысл в том, что будут убивать нольфаером одного мальфаса. Теперь не будет того, что три мальфаса будут носить какой-то дэмэдж. Мальфас будет сразу умирать. Я считаю. Ну, не всегда есть возможность собрать пуржи только из-за мальфаса. Причем давай еще возьмем то, что как бы помимо того, что есть сам мальфас, есть эффект от его появления. Это стан… Ну, добавили еще там атаку, да. …который пробивает бкб. Ну, да. В основном же для этого был пикал. Не для пуша. Не, ну да. Всегда было такое. Стан ауе в большом ауе, который пробивает бкб. Ну, и какой-то там мизерный дэмэдж. А уже то, что мальфас там что-то дэмажит, это такой же приятный бонус. Нет. Просто посмотрите сколько дэмажит этот мальфас. Его игнорируют. Не, я не спорю. Этот мальфас дэмажит за тех троих. Чего стоит только вокруг себя 75. Подожди, тут написано магического урона, но насколько я помню, я читал и там был true damage. Вокруг себя. Superior magic damage. Вот, superior magic damage. Да, вы решили, правильно. Это вокруг себя, плюс еще шарик. Вокруг себя. Вокруг себя, плюс дурно так спит, с ним не подерешься. И этот шарик. Ну, на самом деле, если это действительно файт, и мальфас не бежит за кем-то, а просто кого-то бьет, кто-то его игнорирует, он действительно боль дает. Саппортов он будет убивать вообще без проблем. Ну, еще скорость атаки ему добавили, то, что вот раньше не было. Да, с ним драться теперь дело не это. Неприятно, очень даже теперь. Против него открывается тот же электрик, как суицидер. Со своей ультой. Теперь один мальфас, как сказали. Может ты понимаешь, опять-таки брать персонажа только из-за того, что он вот мальфаса убивает. Опять-таки, с головой может хватить просто того, что мальфас застанет. И туда влетит. Ситуативно. Иногда надо, и надо, и надо, и надо. Ну, как бы, вывод в чем у нас вместо трех мальфасов один, да, он сильнее. Он действительно опаснее стал. Он дамажер. Пошли 75, вокруг себя, но это больно. 75 в секунду-то. И у него 100 силы атаки еще на последнем уровне. Но он один, да. То есть, пуржи всякие будут бубой ему давать. Ну, можно подвести итог, что герои это усилили очень. Да. Неважно. Ультимейт ситуативный, я не спорю. То есть, спорно, что было лучше. Один сильный, либо три послабее мальфаса. Но все остальные сплы его полностью изменили. Реально, старому ему оставили только. Ну, понятие. Почему вы ставили мне оставили? Не, ну как. Почти его все равно. Не, на самом деле, вот, мы пропустили, но вот, действительно, вот, 30% от всего нанесенного урона пассивных. Ну, он так и было раньше. Так и раньше было. Ну, активно. Мысли раньше было. Там надо было езать на область. Ну, нет. Я в плане цифр. Ну, цифра, да. В смысле, 30% было больше, по-моему. Было 60 или 50%. Сейчас можно зайти на... Да, у нас же фон старый еще. Больше, больше. Больше. Больше 30. Я зуб даю больше 30. О чем речь? О замедлении? А сколько процента от нанесенного урона отхиливал Hellbringer? Ну, сейчас отхиливает до патча. 30. 30? Да, да, конечно. Да, мне тоже кажется 300. Сейчас, сейчас захожу. Мне кажется. В чем мне кажется? Так, ну, у Hellbringer, ребят, не будет в турнирных играх. Его убирают сейчас. Так, это правильно. Ну, это не скоро он еще появится. Ну, он появится, видимо, когда выйдет либо следующий герой, это месяц-полтора, либо через патча. Обычно там раз в полгода добавляют кого-то в турнирный. Нет, у нас добавляют, когда выходит, получается, два нового героя, тогда добавляют. Нет, нет, даже больше. Нет, нет, два. Правильно. Ну, вот вышли Кейн, Тарот, Каламити. Кейн, Таротку, Каламити, Дедлифт и вот новый герой выходит и все. И добавили как раз Таротку, Таротку, Каламити, Кейна в турнирный. Ну да, Кейн уже давно, на самом-то деле. Два героя выходят и добавляют последних, ну, последних несколько раз. Что Кейна давно? Кейн, но сколько Кейн? Когда ввели Кейна в Хон вообще? А в Каффе в Хон? Ну, да, да. Давно. Просто с Кейном, блин, его чуть-чуть изменили и ввели. Как-то это, ну, как-то так себе. Его понерфили, да? Да, понерфили и ввели, как-бы. Ну, это логично, мне кажется. Ну, ладно. Ладно, Хеллбрингер, в принципе, закончил. Ну, все равно, я считаю, как-бы 30% постоянно, это совсем не то, что накладывать. Накладываешь, во-первых, ты не на всех, а на некоторых. Все равно удобнее, как-то с вами скиллами. Как-бы, ты 30% закладаешь. Плюс, как-бы, да, тебе надо его кинуть, потратить на это, как-бы, какое-то время. А так 30%, то есть, это даже от тычек. И это постоянно, от крипов, от всего, ты отхиливаешься. Да, всегда было 30%. Ну, ладно, я не спорю, 30% все убедил. Я к тому, что даже прокачав ее на раз, 15%. Просто маны не надо тратить на это. Да, то есть, у тебя постоянно 15%. Как у Дампира, пассивку ты на раз на миде качаешь, когда у тебя тяжелый мид, и тебя харасит сильно. Вот так и здесь. Ты на раз прокачаешь третий, у тебя 15%. Хотя, спорно, честно говоря. Вот, я думаю, вот если к вопросу, что будет макситься. Вроде, как бы, и первый спел, но... Не, конечно, Дэвбойл будет макситься. Второй скил. Тут, как-бы, это... А первый на раз просто ради эфиров, да? Ну, в приоритете, в любом случае, будет второй. Третий будет на раз качаться, чтобы в случае чего кинуть под кого-то замедление убежать. Не для аджора, явно, как-бы. То есть, это хелбрингер, это инт-герой, он там особо отжор ему это в замесе может решить, но так стояние на лалайне, там, это особо не решит. Ну, ну, не все равно. Ну, просто на миде он не сможет стоять, как-бы, чтобы качать третий. В чем мид, как он мид будет стоять? Вы говорите, мидер. Тот же самый дабл мид, любой со станами, его просто за контроль от нас цепят. Не знаю, мне кажется, это типа кинезис он будет использоваться на харде, тип которого сложно догнать, убить, потому что у него фиры за километр летят. С кинезисом. Не, они сравнивают, типа, что-то наподобие этого, потому что сложно за ним гоняться, что саппорту, что керри фармящего в начале. Мне тяжело представить. По сути, ему шестой левел нужен. Не. Я представляю его на харде в паблик играх. Да, я им буду ходить на харду, я тебе скажу точно и частенько. Но в компетитивах нет, я его не вижу на харде. Я больше в компетитивах на харде вижу Найт Хаунда нового, чем хелбрингера. Он для этого и создан, наверное. Ну новый, да. Ладно, давайте отходить от хелбрингера. Что у нас дальше? Кейна? Кейна перейдем, да. Что у нас теперь? Ауры восстанавливают больше, теперь как я понял. Теперь еще плюс к фиксированному, еще и процент. От недостающей. За что ему так магическую броню то? Прям. Ну потому что чересчур. Это тип, который ходил со стойкой на харду, его похарасит, он перейдет в стойку в установлении хп, отойдет, постоит. Опять возвращается. То есть, ну такой мерзкий герой. Потом шесть с половиной, это что за показатель? Вообще, у каких героев есть шесть с половиной в Мэджик Армора? Не знаю что. А на самом-то, а кто сказал, что его понерфили? А это что не нерф, что твой? Не, ну два Мэджик Армора нерф, но все остальное как бы... В Мэджик Армора все остальное подняли в основном. Ну да. Да они в основном все остальное подняли. А от аур он восстанавливает теперь больше. Ну и союзники тоже. Нет, это... А вот именно, тут весь вопрос, на союзников-то восстанавливает восстановление. Тут нету... Тут не написано «кейн». Тут написано «ауры» теперь восстанавливают проценты. Да, это когда переключаешь, как бы, смотря какое мануэле здоровье будет больше восстанавливаться. Ауры больше не увеличат и не снижают скорость передвижения. Время смены уменьшено. Ну, как по мне, все плюс. Не знаю. Единственное, да, вот дебаф и... Дебаф немножко спорный. Ну, то, что с полторы секунды до четырех, естественно, это плюс. Но теперь он не сразу накладывает максимальный дебаф. Сколько был? 50-60 процентов? Что такое, да? Я честно... Ну, много. В основном... Было много, да. То есть по нему ты действительно не бил, если он тебя ударил. Но в чем суть, как бы... Теперь в сумме будет 80 процентов за четыре удара. Но что еще важно, ты наносишь этой цели на 80 процентов больше. То есть ты этот урон воруешь теперь. А это очень немаловажно в дуэли. Потому что на самом деле Кейн не собранный, как бы мог задуэлить. Но... Это больше использовалось как контроль просто. Ну, как реально, как язык полевого. Ну и в чем весь смысл-то? Все равно он не будет пикаться. Ну, кроме пабов. Ну, да. Но, как бы... Но он стал поинтереснее. Как бы, единственное, ему добавили дэмэдж. Дуэль стала дольше. Ну, так, в мисселе создание арены во время действия способностей сбрасываются. Ну, это такое. Ну... Ну, да. Это все равно не компетитив. В турнирах вы вообще, да, не планируете использовать? Ну, но слишком тяжко. Но у него скилы чисто на фарм. Ну и плюсы это как антикерри, как его называют. Потому что у него ульты и все. Другим ничем он таким не поможет в компетитив играх. А теперь перейдем к одному из самых печальных изменений. Способность сталина. Я извиняюсь, как они сделали кипера лучше фармерам за счет этой, я извиняюсь, проростка, которую мы дали вместо Animal Forest. Но я как только не пробовал этот проросток, он нигде не юзабелен. Ну, не знаю, сколько третий скилл макси. Пачку крипов убивать он только может. И то я не могу сказать, что слишком быстро. Тавара не дамажит. Попробуй третий скилл макси. Ну, возможно, я не спорю. Но, как бы, Тавара он не дамажит. Вообще он их не бьет даже. Но он не пушит теперь. В лесах с ним не постоишь. А что это теперь? Это дипо саппорт? Или типа керри такой? Сами керри такой, да. На автотаке вывозит. И он бы сам может быть как хардлайнера, но... Не знаю. Но этот проросток в общении юзерис. Просто юзерис. Ну, это файл поставить и там дизмораль парней. Ну, блин, там... Ну, вот дизморали, действительно, это не слово, которое можно применить. Ну, больше не то, что... Ну, и чтоб ребята оформили голду. Ну, то есть, да, его немножко усилили все остальное, как бы... А... Что у него? Пассивка дает какой-то еще полтора процента что-то типа лайфстила, но оно не считается как лайфстил. А... Которая работает даже на товарах. А... Что еще? Ну, это полтора процента, как бы, это не урона. Другой показатель от максимального здоровья. А, от максимального здоровья. Да, то есть, эта цифра у нас очень неплохая. Да, это больше, намного больше, конечно. А, ну... Не могу сказать, что это что-то существенное. Инвиз кастуется немножко дальше. Ну, как немножко, 500-800. Но он больше не дает реген здоровью. Ну, на товара можно укреплять. Ну, тоже так. Ну, если бы остался реген, и можно было на товара, это было бы что-то. Это вот... Это бы меня заинтересовало. Кипер, как вот, знаешь, герой, который может, как бы, поддержать Т1 товара как можно дольше. И выхилить Т3. На Коца, наверное. Да. Но просто дать армор, да, полезно, но... Только на Пуше против Фастпуша как-то бесполезно. Не, ну, это такое. Он какой-то неопикабельный стал просто. Да, 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 да. Я, честно... Я не понимаю, вот, вот это вот вместо... Вот это вот проростка, я вообще смысл не понимаю. Я, честно говоря, в практике ему уделил минут 15. Я пытался что угодно с ним сделать, и где угодно его применить, он везде юзлыш. Это просто теперь штука, которая кормит вражеских героев. Это дерево, которое... Извиняюсь за оружие, писун, торчащей земли бесполезной. 75 золота за два удара получить. Саппорты могут подходить. Да, это фарт просто. Не, ну а сколько деревьев дамажит? Не, ну по идее, она дамажит там 4 проростка по 30 демэджа, 120 демэджа в секунду, но... Ну смотри, какие деревья, если они такие же там, какие-нибудь медленные, как у Фарсаки Нарши. А, они не двигаются. Ты ставишь его на место, на одно, и он стоит, всё. Там 4 дерева вылазят. Что-то типа Брэмбола ульта. Они теперь даже не бегают. Даже не бегают. Я думал, это типа как Том был зомби. Не, если знаешь. Встал, появилось 4 дерева и побежал в бой. Да не, ослабили героя, блин. Жаль этого героя убирать вообще. Он раньше... Я помню времена Tempest, Keeper, Keeper, Tempest, Tempest, Keeper. Постоянно противостояли друг другу. А сейчас его просто взяли и выкинули. Ну, сейчас там... В последнее время его вот сколько за последних он тур? Его там по-разному пикали и повезет. Ну, сейчас ты ему собираешь мог, даунбрингер. Да не, ну... И идёшь, короче, этот... Да, 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 идёшь. Момбаш. Товарас, блин, пушить. Бэкбэкдор, чисто в бэкдор из-за этого... Из-за регена по товарам. Так, просто... Ну, я думаю, с Кипером всё понятно. Ну, и Кипера убирают с компетив матчей. Пожалуй, мы всегда мог убрать. Так, что у нас с Клаксом? Клакс. Уменьшение... Визуальная высота полёта, чтобы было проще попадать по герой способностями. А... Ну... Он теперь чуть ниже будет летать, и ультимейт больше не дамажит вот такие вот призывные его друзья больше не дамажит. По построениям. По построениям. По построениям. Несущественные изменения. Вообще не существует. Да. Я думаю, пропустить. Да, пропускаем. Это можно даже не обсуждать. Маленьким, переключение мяча в полёте тоже, я думаю. Да. Да. До Трайхарда. Ну, теперь МОО тоже одно из крупных изменений. Не, можно кинуть и посвятить светофору, чтобы чувака там компьютер взорвался. А, ЭПИЛЕПСИЯ у кого-то... Графическая атака. Это жуковата ЭПИЛЕПСИЯ начата. Но, МОО, сильно выглядели, и в этом это стоит обсудить. Бульдозер-мод. Во-первых, скилл нормальный, рейндж. Бульдозер-мод теперь стал поинтереснее. Давайте может попонятнее. Стартовая сила меньше, да? Ну да. Сила стала меньше, это плохо. Потом ЧАРД ШОРОТ можно обидовать. Его, честно говоря, оставили бы агильщиком, но ему добавили только инту, убрали все остальное. Ну да, сделали саппортом. Ну, действительно сделали ближе к саппорту. ХАРС теперь менее эффективен с руки. Что у него? Стан. Дальность использования 800. Нормально. Я уже на... Для мида, отлично. Да, раньше не хватало явно. Не, ну 800 это очень много. Раньше это самое основное, что сделали. Это нормально. И действительно... И он летит, по-моему, быстрее. Я не помню, здесь это описано, но он летит чуть быстрее. А... КД меньше. А, хотя... Ну... Дурейшн станет поменьше. Чуть-чуть меньше. Не, ну 800 РНЖ мне кажется... По... 800 РНЖ и меньше КД покрывают все. Ну, еще меньше урона. Еще меньше урона там буквально. Ну, там на чуть-чуть. Ну, там на чуть-чуть. На полдар. На 25, да? Все, поняли. На полдар. Так. Бундозер. Теперь он добавляет дальность атаки. Урон добавляет. Но уменьшает скорость атаки. Пассивный... Пассивный режим пистолета. Синий пистолет, я так понимаю. Угу. 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 Ну, в лейт-гейме у Мау вроде больше просто был. То есть теперь он в синем режиме вешает щит. Который раньше вешался в красном. Да, поменяли ульты наоборот. Да. То есть, ну, теперь действительно синий стал такой полностью defensive мод такой. Ну. А красный более атакующий. Мне понравился больше в красном пистолете новый его скилл бласт шот. Да, действительно. Потому что вот это вот подталкивание было очень уж ситуативным. А вот вместо 1,6 секунды стана дать 3 секунды иммобилайза это иногда намного интереснее. Да. Урончик от старого стана остался, да? Урончик, да, от 250 остался. Но, как бы, обездвижение на 3 секунды как бы может сыграть. Но это намного лучше, чем... Да. Это на миде тоже. Кидывание больше всего там в миде сыграл, когда чуваки там ну, пут-пут или кнопки. Ну, да. На самом деле я, если даже попытаться вспомнить, я помню буквально пару ситуаций, когда вот действительно красный стан, но прям там в топ-плейсы можно было записывать. Но это редкость. Ну, кстати, на миде все-таки, в дабл-миде том же вот это вот обездвиживание по профилю, мне кажется, будет чем стан. Конечно, раньше всего один стан короткий. Принападение, да. Да, это фигня была. Ну да, 3 секунды важнее. 1,6. 1,6 уменьшишь. Имана 80. Да, уменьшает урон на 20%... Чита это старый пистолет получается. Только теперь... Нет, Чита это типа старый красный. Это старый красный пистолет, да. Но уменьшение урона на 20% это, извини меня, не 50% как раньше. Раньше оно скалировалось, скалировалось в процентах прямо пропорционально на процент снижения дэмэджа и скорость атаки. Сейчас это всегда на 20% и скалируется... Но при этом 400 атак спида это... Мама не горюй. ...эскалируется скорость атаки. Он сильнее стал. Ну, действительно, у него... 30% разница. Ну, считаю, он стал, знаешь, таким вот, действительно, как вторым саппортом с таким потенциалом лейта. Да, энергайзер какой-нибудь, БКБ там. По сути, так всегда и было, разве нет? Ну, как бы все равно... Не, но раньше просто для того, чтобы он в красное имело суть, надо было собирать какие-нибудь молнии. Сейчас действительно... Красное для сбивания варда. Там саппорты особо не максимально третий килл. Ну, да. Все-таки потом уже за двенадцатым-тренадцатым... Ну, и все-таки, и теперь самое важное. Вот этот баф был, раньше синий, теперь он красный. Раньше он давал скорость передвижения, скорость произносения заклинаний и, по-моему, скорость атаки. Скорость атаки. Сейчас 60 урона. А теперь 60 урона. То есть... Получше. Баф спида, 100 каст спида и 60 дембер. И МС он вроде в процентах давал. Сейчас посмотрю точно. Я не помню, но это не столь важно. Он 522 побежит, человек. Если на нем заведения не висят, то он побежит 522. Скоро. С цифрах так же было. Да. Ну, 60 урона мне больше нравится, чем атак спид. Смотри, какой герой. Вот с Манки Кингом, который следующий в списке. Это будет классно. 60 урона. Да. Манки Кинг. Возвращается, мне кажется, в папчики. Очень приятно. Ну, можно вернуться к предыдущему изменению Манки Кинга. То есть, что сделали? 20 скила понерфили. Понерфили иллюзив дэш. Убрали бонусный урон с этих дэшей. Там было 10, 20, 30, 40. Полностью убрали. Оставили только родной. И стоимость Heavenly Volta была повышена. То есть, на 120, 130, 140, 150. Сейчас ее возвращают. Проблем с маной меньше. Тот дэмэдж с дэша... Я так сильно играл, по сути. Потому что, ну, не знаю, как другие. Я дэш браун на один. То есть, видите, там, два дня. Все вроде дэш на один пир. Не знаю. Спидманс со мной в дискуссию вступил, что он дэш макси. Он не стал. Подождите, я имею в виду. По сути, по сути, по сути, по сути, по сути, по сути. По сути, по сути, по сути, по сути, по сути. Да. Да. Он там, типа, кулдаун уменьшается, но... Да, нет. Ну, смысл Макси дэш теперь нету бонусного дэш. Смысл по профи. Удауни. По 150, два взрыва со станом. Как-то все-таки по профи. И сейчас Monkey King, в принципе, может... Он в пабы вернется точно больше. В Competitive может быть опять залепит. Нет. Ну, Синки его брали часто довольно-таки. Да, но из-за того, что у него проблемы с маной, его берется манайтом, потом берется какой-нибудь Vanguard, чтобы быть пожирнее, чтобы давать косты. Вангвард это уже не что? Не, не. Вангвард собирают. Вангвард собирают, да. Микки, как раз-таки, каждая игра Monkey King, это Vanguard. А у него как раз и говорил, типа, что он там... Чего он как... И говорит, типа, вот если при трейне они берут Monkey King, и... Он собирают первый митом Vanguard, и... Все. Его никто не убивает. Ну, ладно. Допустим. Маракс. Идем дальше. Маракс. Вот Маракс, это интересно. Его родную, его родную линку сделали сильнее. Ну, как сильнее? Намного сильнее. Намного сильнее. Да. 200 МС на всех уровнях. Во-первых, ну, там добавление по секунде, по полсекунды это одно, но все-таки, даже если ее не активируют, 100% к стойкости замедлений. Уже немало важных. Это при проке. Наверняка при проке. То есть, да, то есть... На время действия... А хотя тут... На время действия способности. На время действия способности. То есть, когда ты... То есть, просто поднял щит или когда тебе в щит ударили? Я просто поднял. Это когда... Когда поднял щит уже, типа, ты не можешь, типа, замедляться. Это интересно. Это можно догонять и ставить? Я смотрю, вот это вот интересно. Ну, и в 200 МС, когда тебе его активировали, ты как... По росту чуть-чуть пробежал. Ну, и топорики тоже. И меня тоже можно навалять нормально. Каждые 5 секунд, и топорики тоже отлично. Еще и Immobilize есть. Для самых метких. Не, ну... И при попадании 4-ю топорами Immobilize. Правильно. Правильно. То есть, ты бездвижен на полторы секунды. Человек, топора, это... Ну, это не сильно много, если ты гонишься. Ну, это же важно. Это продолжительный... Как бы... Это период времени, наверное. Ну, 4-ю топора, да? Ну... Без спадания дебафа. То есть, тут даже не... То есть, ты должен обязательно попасть всеми топорами. Нет. Нет, почему? Обязательно всеми подряд, да. Там 4 штуки всегда. Потому что дебаф спадет. Дебаф спадет, если ты промажешь. Хотя бы одним из них. Если ты одним топором падаешь, ну, если как раньше, то он не спадает дебаф. Одним можно промахнуться. Как раз 5 секунд восстанавливается. Нет, тут спадет. 5 секунд это у тебя рефрешится. С первого топора. То есть, ты кинул первый топор, через 5 секунд... Потом у тебя опять появятся. Да. А у тебя изначально там 4 топора или сколько их там? Да. Ой, на 4 уровне 4 топора. 2, по-моему, или 3. 3? Я не помню. 4 топора у тебя на 4 уровне. На последнем 4, да. 4 топора на последнем уровне. И потом ты... А с каким тогда они кидаются, там меньше секунды, да? Ммм... 2 максимум вроде бы. Ну да, я помню, что, ну, прокрутка идет, но довольно-таки быстро. Полторы секунды. Ну, реально, в течение 6 секунд, как бы, если ты застанил кого-то, если кинул топор, застанил, кинул топор, вплотную третий кинул, и только он от тебя отбежал, ты четвертый кидаешь. Ну, по-моему, это вполне реально. Четыре подряд кинуть и дать еще, кроме Стана, еще и мобилайз. Вполне реально. Что интересно, в описании Мараксуса написано, насколько он накладывает скорость, ну, замедляет. А, ну да. Ладно, несу это вообще. Ну, оставим Мараксусом. Что у нас дальше? Мурмидон. Мирмидон. Карп на всех. По области. Всем по карпу. Всем по карпу. Ну, это неплохо. Это, на самом-то деле, спровоцирует, я думаю, то, что саппортящие Мирмидоны будут максить карп. Потому что будешь искать момент, когда враги будут подходить друг к другу, и кидать просто два карпа ради харасса. Просто, ну, как бы это будет value, скажем так, по мане. Что ты не по одному кидаешь карпа, а сразу два карпа по двоим. И, действительно, это, ну, будет против. То есть в триплы, да? То же самое. Хотя, не знаю. А, в триплы по цвей. В триплы. В триплы. В триплы. Не, я говорю, против в триплы. В триплу. В триплу, мне кажется. Самый раз. Ну, да, я говорю, против в триплы. Или в триплу просто. Ну, он всегда как в триплу нормально входил, все-таки у него, как бы, был фоловейший стан и карп, как бы, в догонку. Ну, и эскип. Очень маленький атак рейндж, так что... Не срабатывает на монстров. Жаль, конечно. Не по фармишку. В трипл стаки, да? В трипл стаки, да? В трипл стаки, как бы он трипл стаки забирал. В трипл стаки на седьмом левре он бы только так забирал. Все. Ульта чуть дольше действует на пять секунд. Ну, как чуть дольше станет? 50 мончик армора. Вот это, по-моему, самое важное. Что, армор? Да. Ну, и здоровье увеличено. Ну, как бы, 200 здоровья, мне кажется, немножко меньше, решая, чем 15 мончик армора. Ну, БКБ, мне кажется, рот надо, если ты хочешь там побеждать всех. Ну, тем более, на самом-то деле, Мермидон всегда... С БКБ до сих пор не уйдешь. Мермидон довольно-таки всегда бегает с маленьких левелов, редко я вижу большие левелы. То есть, на первом левеле прокачки хп одинаковые. То есть, а вот эти пять мончик армора могут спасти, как бы, даджесы, там, тебя Слизер какой-нибудь отпустил под всем рассказом, там, или Хага. То есть, ну, добавь 200 хп, получи мончик армор, и ты уже выживаешь под всеми там бафами. Но тут не в этом суть, он уже можешь сам наваливать. Потому что вот эта штука появилась, которая саппортом бабки дает. То есть, у саппортов больше бабок. Тот же Мермидон с каким-нибудь вангвардом в своей ульте врываются файты. Сколько дэмэджем населять? Таким вангардом? С мамом? Или с мамом? С мамом? Да, с мамом, это так. Вангвард мне больше нравится. То есть, ты вырываешься дешевер, чтобы не пробить. Да, и башку дальше сверху. Нет, ну да, там были с ульты, потому что он все-таки фиксированный дэмэдж. Так, ну, Nighthound. 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 Здравствуйте, теперь мой любимый хардланер. Инвиз на первом уровне с возможностью не выходить из инвиза, использовав один раз в энное количество времени предмет или способность. Это, короче, это рак для какого-нибудь легионера там. Да, да, да. Его ижеподобных героев. Ну, просто... Да, просто всех лесников просто можно бегать в лесах и фармить у них там крипов. Ну, легионер, наверное, больше всех просаживается по хп, даже солтис, наверное, так не просаживается, он стаки все-таки меньше. Ну, хоть у темпс, ты можешь там большого крипа забирать у каждого. Сучок просто так. Кстати, у легионера, как повезет, он прокрутится и... Ну, суть в чем, просто, по-моему, берешь топорик на харду. И кидаешь. Ты умираешь по центре вагдом от топорка. Нормально. Э, ты получаешь второй левел, ты уже мобильный. Да, ты уже мобильный, все. Ты подходишь к крипу, одного добиваешь автоатакой, отходишь на расстояние, во второго кидаешь топорик. У тебя прокручивается инвиз, потому что вторым был кинут топорик. И у тебя снова один чардж. Ты снова подходишь, даешь автоатак... Можно сравнить с Мэдменом. Мэдмен бегает 522, и он уносит дэмэдж при храждении в инвиз. Ставится синий вард... Но это, извини меня, твои проблемы. Мне кажется, параши там вообще никакого не будет. А я вот чувствую, что это будет такая заноза в заднице. Он будет просто раздражающим чуваком, которого ты хочешь себя убить, но... Не-не-не. Он будет достаточно силен. Вот Федя говорит про Мэдмен. Мэдмен за счет чего просаживается? Просто и саппорт не фармила, знают, что если он нафармит боттл, все это капец. То есть ему надо минут 5-7 не давать нафармить боттл. Иначе он просто заколебет всех на лайне. Любые герои. Ну там, за исключением Равенор, наверное, который или там БХ какой-нибудь. Все, всех остальных он напрягает. Ему просто монопол не хватает. А этому типу и монопол не нужен. Да, я говорю просто... Просто в чем схема... В чем мне схема понравилась с топориком, что вот ты в инвизе, ты даешь одну автоатаку, добиваешь крипа, ну в лучшем случае. Ты остаешься в инвизе, отходишь на расстояние, чтобы тебя не зацепил саппорт и не убил на первом левеле. Здравствуй, Федя. Кидаешь топорик в крипа. Да, ты вскрываешься. Но ты входишь с инвиз, опять в инвиз уже с чарджем. То есть опять можешь подойти и дать тычку в инвизе. Но ты думаешь, что тебе дадут подойти к крипам и дать тычку. Там предварительно не поставят синего. Ну это минус 100 как минимум. Ну это минус 100. И как бы, честно говоря, Федя, линия, чтобы держалась на одном месте. И опять-таки, давай возьмем ситуацию лесов. Как бы, где бы ни был синий вард, на это он всегда сможет подойти чуть-чуть со стороны леса и словить краешками свою экспу. Как только он видит, что к нему идет саппорт, он просто выходит из аранжа синего варда. Нет, я говорю про то, что ты сможешь зафармить что-то. Сможет, сможет. Знаешь как, смотри. Саппорт ставит антивард. Вот вот эта версия. Саппорт ставит антивард на лайн, да? Тогда в этом случае он уже не может снять вард с пула. То есть, если он может снять вард с пула, это минус 200 голды. Плюс при этом он еще забустил что-то хардлайнеру, как бы, ну... Ну да, ты пойдешь с авторома, трудно реализуемо очень. Да, компетитив так, да. В паблике это очень весело будет. Вадный левел он точно возьмет. А потом если вдруг лучше. Компетитив не знаю, в паблике это будет... Нет, паблик, паблик. Мы сейчас именно про компетитив лучше. Можно будет юзать, я уверен. Я уверен, что мы на самом деле... Но вот там будут даст в основном брать без всех вардов. Ну и вот сейчас... Ну ты просто... Ты и не играешь саппортом. Вот сейчас ты условно... Это тратить, это тратить денег. Войдешь против мэдмена на лайн, ты когда сможешь даст купить? Нет, даст, но не сразу, когда у тебя будет возможность рубить. Ты можешь... Это надо запулить. Чтобы запулить, надо снять вард. Ну, в большинстве случаев. Ну, сейчас в последнее время редко ставят варды. Ну, потому что пикают всяких. Кенейсов, бегемотов, которые, когда пулятся, идут на руну, идут на мид. Поэтому, как бы, то есть, не хотят тратиться на варды. Ну, я считаю, что это очень сильное усиление в любом случае. Как бы, просто теперь, чтобы даже убить этого героя до шестого левела, уже не обойтись без либо действительно быстрого раскаста, либо центрика и дастов. Но, опять-таки, даже те же центрики и дасты, все это стоит денег. То есть, в любом случае, даже если вся команда будет бегать за стами, но, извините меня, вся варажская команда потратит на 200 голды и займет один слот в инвентаре. Давайте, да, что-то, мой кажется, что-то будет. Да, давайте, но. Но, мат. Но, что-нибудь, и быстрее второй спел бежит в любой форме. Да. Ну, пропустить, думаю, можно. Да. Не, можно хосту догонять. Хосту догонять. Хосту догонять. Да, 600, кстати, да, это хосту догонять. Это уже не мило. Что-то. Давайте, да. Уменьшили КД на 5 секунд. Кушать крипов будет чаще. Тоже пропускаем. Что-то. Ну, поливали вов. Поливов. Расскажите, потому что я не проверил. Раньше было фиксировано АОЕ. Ну, вот последний патч, который стоит на горении, там АОЕ у молнии фиксированы. Да, там конус, насколько я знаю, определённый. Ну, там, типа, да. Там, типа, даряйшие конусы, кто рядом с ним стоит. Вернули старую крутейшую молнию, которая дальше летит во все стороны. Которая, она просто от тебя начинается. Просто уничтожает, всё. Как, короче, как продува дефайлера. А, если она вот так вот даже идёт, да? Ну, она от тебя начинает и идёт вперёд на 1200 рейнджей. Неплохо. И весь вопрос, летит ли в тень молния как раз? А, не должна лететь. Рейнджей вроде не летал даже. Потому что это как первый скилл ТБ, он не идёт. В тень не летала, да. Если ты не видишь героя, то... Раньше, давно, несколько лет назад она летала в тень, нет? Или я с тобой... Нет, нет. Нет, вроде, не помню, чтоб плевок в тень летел. Там специально подходишь, там встаёшь на хайграунд, чтоб достать другого героя, если не видишь на мите. Может быть, не спорю, не помню. Ну, и варды поменяли, непонятно, что это такое. Закрывает... Ну, по идее, сложнее выбраться будет, если получится закрыть них. То есть, надо три змейки ломать. То есть, походу, больше варды надо будет сломать, чтобы выйти из них. Они в ширину толще, да, будут, что ли? Ну, походу, да. Они больше, ну, как-то они плотнее будут, что ли. Ну, ладно. Сейчас надо один, да, варды сломать, вроде? Ну, один, два. Да, да. Да, да. Смотря, как тебя закрыли. Да, да. Ладно, что ли. Риптайт? Да. Риптайт раньше был ОП сумасшедшим на мите, как бы. Раз на раз, он любого героя почти на пятом левеле был. Но потом его понерфили. Ну, чуть-чуть его понерфили, в плане вот замедления второго скила. Но он пропал с публиков, это самое главное. Ну, а сейчас что сделали? Это что такое вообще? Это какая-то воронка. Вокруг себя лужа, то есть уже там это, не проблема там. Кулдаун меньше, какая-то воронка сквозь текстуры. А вы ульту вообще пробовали? Это же вообще нереальное что-то. Ты пробовал? Я не очень пробовал. Я сидел просто с отлившейся челюстью, когда я бегал по всей карте. Просто лечишь. То есть это неба, да, какая-то? Я просто визуально не представляю, как это, но я понимаю. Это просто, вот представь, ты разгоняешься, медленно, медленно, и через три секунды ты уже бежишь нормальной скоростью, через пять секунд уже бежишь максимальной скоростью. И ты бежишь через всё. Вот как Кланкс летит, ты бежишь через всё. Как Баратрум в доте. Как Баратрум в доте. Ну, только извини, Баратрум в доте бежит на таргет, а тут ты можешь поворачивать левее, правее, ты можешь улететь откуда-то, если тебя преследуют. Да, ты левее управляешь, как артиллерии нажимаешь. Ты можешь поворачивать, но там не так, там смотри, если ты поворачиваешься немного, там влево-вправо, скорость остается прежней. Если ты реально хочешь развернуться на сто восемьдесят... Разворот заходит, типа, да. Да, то есть там такой именно занос с большим разворот, такой токийский дрифт именно. Но, как бы, ульта длится двадцать секунд, поэтому, на самом-то деле, ты успеваешь там перелезть в холм какой-то, чтобы от кого-то убежать, ещё и развернуться и... Дверь с героем, оно же сбивается автоматически. Что? При столкновении с героем. Только ты находишь героя, то оно автоматически сбивается. Да, четыреста дэмэджа и секунда стан, насколько я понял. Да. Но, в чём суть, всё равно там, допустим, как эскейп, её тоже можно использовать. То есть тебя загнали, просто... Тебя гонят, подошёл куда-то, там, к краю холма, куда угодно, то есть, чтобы не столкнуться ни с кем. Туда нажал, и всё, он полетел через это всё. Ну, как клан, грубо говоря. Ну, только не ломает, ни деревья, ничего, он просто летает. Да, он не ломает, он просто сверху всего там летит. Не знаю, мне кажется, чересчур много дэмэджа. Ну, и вместо дождя теперь уже можно вокруг себя спавнить с 600 радиусом. Да, на лайне стоишь, поставил под себя. Ну, его кажется, вы сделали более универсальным. Мне даже кажется, его больше сделали возможность поставить его на изи-лейн, а не только на мид. Теперь её. Да, поменяли, кстати, полностью персонажа. Он выглядит как девушка теперь выглядит. А вот эти вот альтернативные модельки, которые RLCS останутся, да, такие страшные? Да, они останутся. Страшные. Ну, ладно, пойдём дальше на то, честно говоря, что мы ещё даже половину не закончили. Мы уже зашли за половину, заканчиваем. Ну, да. Сэндврейс. Чуть-чуть добавили замедление. Это комплекс старого нерфа. То есть раньше было вот так, как они вернули просто. Ну, это, по-моему, вообще не существенно. Нет, ну, восемь процентов это не замедление. Четыре. Четыре процента. А двенадцать это замедление, да? Двенадцать это уже больше. Ну, ну, вроде, это ерунда. Я вас умоляю, вы уже к такому где-то... Ну, мы бы лучше броню вернули бы в норму. Магическую. Хотя бы магическую. Ладно. Soul Stealer. Убийство героя... Ну, там не особо. Для мидварсов. Изменения для мидварсов, да. Для мидварсов, да. Пять дужа с героя, чтобы быстрее на мидварсов. И вот, нет, мне нравится вот это вот. Убийство сделано иллюзией, но героя будет придавать ряд оригиналов. То есть, при руне иллюзии на миде, то есть... Ну, да, приятнее. Поинтереснее, да, получилось. Ну, ладно. Swift Blade. А, по-моему, ульту чуть-чуть короче сделали. А, ну и, в принципе, радиус перепрыгивания целей, то есть... Дистанцию использования радиус перепрыгивания на пятьдесят поменьше. Ну, его хотят как-нибудь привести в норму и поставить... Ну, да, но его по таким, когда по стекам нерфят. Ну, если все сложить, уже что-то. Ну, хоть что-то, да. У Тундры добавили... Тундра просто нереальный буст. Да, классно получилось. Пирсинг шарц 400 микс урона. Очень много. Ну, это очень много. Очень много. И далее патрулирование вот этого патрулирования. Да, да. Курицы, которые... Вот не хватало. Ну, можно было там через шифт произвращаться, конечно, много раз. Это очень гемор. Можно так все делали через шифт обычно, понакликивали. Ну да, туда-сюда или... Это гемор на кнопочке, да, так. Поприять. И вот то, что можно сопровождать, помогать, это уже мы обсуждали. Микроконтроль. Ну да, это облегчение, но все-таки оно приятное. А вот. Особенно на этого, на свинку эту. Ну да. Замедляющую. Кабана. Вот. Кабана. Свинка не то. Так. Ну вот самое такое. Дальше. Да. Валикирия. Это герой, который, я уверен, забьет следующая топ-5. Честно. Это, да. Это снайпер через всю карту. Это вот это, да. Это ваншоты через всю карту бедных саппортов. Да, да, да. Ну извините, я реально профидел, когда я понял, что такое 7000 рнджи, это когда ты стоишь у себя под колодцем и можешь до своего Т1 докинуть. Нет, там можно, короче, таймить чуваков, которые возрождаются фонтаном и... 700 урона им, короче, и этот, и Зевс добивает ультой. Да, то есть саппортиков, да? И каких саппортов можно и там всяких баблсов и кланк, да. То есть на шестом уровне можно 1000 урона выдать Зевсу и на седьмом уровне. На седьмом, да. Надо просто найти и этот. Можно так поизвращаться. Да, но это издевательство. Это Реджендо надо звать, он там первый. Он просто по идее держать. Вот именно. Рестнулся, лови пять секунд сразу на автомате. Так, ну, насчет Реджендо там дальше. Рейлд Сол. Так. Ну, во-первых, на самом-то деле со стрелы мы это мало обсудили. Дэмэдж то да, рейндж да, но на самом деле пять секунд кд еще убрали. Это тоже как бы мне приятно, потому что у стрелы было довольно-таки долгое кд. Ну, мне кажется, оно и правильно, что долго как бы все же стрела, когда ты кинул раз, потом пошел типа за руны и вернулся и в тебя еще одна летит стрела как-то быстро слишком. Ну, не знаю. Но мне казалось уж больно долгим была кд на стрелу. Вот эти пять секунд как бы, мне кажется, справедливо. Ну, да, эту стрелу, конечно, сделали. Ну, вообще, блин, теперь стоишь и не знаю, хоть у тебя два урда на миде стоят по бокам, все равно боишься. Сейчас прилетит, блин, 760 дэмэдж и опять секунд стана. Да любой там... Время полета немного увеличили. Вообще немного. Валькирия на лайне, это же Валькирия, если взять стоит, то на мид стрелу. Просто кинула и все с лайна. Ну, слайна там не сильно получится, но... Нет, нормально. С любого лайна стопались, вот он на мид кидается. Ну, как раз. В хардлайне сейчас Валькирия просто стоит, нечего делать, знаешь, на мид пустила стрелу, айда попадет. Попал. Там можно подтаймить, если на миду кто-то есть, то он может как бы подстроиться в виде стрелок. Ну, не, ну, честно, 7 мид же тяжело подтаймить. Хоть минимально ты будешь видеть, ты можешь там, или, я не знаю, хукнуть там, или что-то будет, или стан дать. На крипов. А, извините, а в нейтралов стрелы попадают? Да, конечно. А, да, да. А надо будет внимательно кидать. Ну, как и право навультить. Ну, да. Так. Вайлд Сол. Это, честно говоря, я вас... Мне надо отойти на 2 минуты, я даже вас оставлю. Я никогда им не играл, никогда его не любил. Это без меня. Да. Никто хочет про Вайлд Сол расскажет. Никто не хочет. Ну что, герои сильные. Очень сильные, как керри сейчас используется. Он будет использоваться, так сказать. У него нереальный аджор, от его скиллов 25% лайстила, это очень сильно. Когда он превращается особенно. Но теперь не имеет смысла, мог 1-митом тарить или иметь где-то? Не-не-не, он сейчас как сэми керри, то есть будет выходить. Он, то есть, жестко с руки очень бьет. И у него это способность, которая, получается, изменили третий скилл, я так понимаю. По земле удар. Разве? А, да, да. Третий скилл изменили. Вот. То... Она очень сильная. То есть, ты раз ударил с собой в форме, если ты превратился, потом медведем еще ударил. Демаж нереальный, заметло. И просто убиваешь. Ну да, там ульта еще теперь в чарджах. Ну и это сделали, деление демаджа суммоном. То есть, медведем на 40 на 60. В зависимости от того, кого бьют. Ну да. Ну в общем, в целом, просто более активно мы его сделали. А скиллы такие интересные. Более активно, не как раньше. Стоишь себе этих... Ну им сейчас лиса, просто слаги люби, он моментально забирает. Он не стоит по тому крипу. Он вот с этим ауэстом ходит. Очень сильно. Так он, конечно, полностью практически сменили героя. Угу. Ну, многие говорят, типа, медведь там без рута, это не медведь, но... Да, нет, этот рут это бракованная штука, которая то прокнет, то не прокнет. 20% иногда с первого удара, хоть 10 раз подряд. Ну да, там... Ну, на самом-то деле иногда. Ну, на самом-то деле он... Ну, как я понял, сильнее будет тауры наваливать, да? Нет, наоборот. А там просто дэмэдж... Он даже не в таурах делал, он вообще всем будет сильнее наваливать. Да-да-да. Ну, во-первых, вот этот, да, свайп по земле... Он по тауарам тоже работает, дэмэдж проходит. Да, то есть... И он, насколько я понял, и у медведя, и у тебя в форме медведя, да? Да, в форме. То есть, ой, извиняюсь. Сразу подошел к тауру, 250 физ дэмэджа, вы сразу вдвоем даете по скиллу. По-моему, 150. Нет, по-моему, 125 у каждого, но... Нет, там все вместе где-то около 400. А, нет, 150. 150. 150 свайп. 150, вот смотри, 150 плюс прокачка четвертого уровня Бубу добавляет 50. А, еще 50 добавляет, да? Я так не вчитал. А, нет, радиус действия на 50. Радиус действия? Радиус. А так 150. 150 получается. 300, короче. 300, да. Есть. Таай drp там, кстати, настакивается у Буба вот дэмэдж именно действительно настакивается от полученного урона. Проверял, просто с каждой тучкой у него, хоп, плюс 2 атаки, плюс 2 атаки. Вот им действительно, только я не проверил это только от героев работает разжигали, от крипов тоже? Крипов тоже вроде. От крипов тоже? Т.е. действительно если ты хочешь пушить плут-пу, то тебе надо Бубу потанчить крипов, чтобы он настакал в себе дэмэдж хороший и потом эти товары у нас таки в этом да крипов поскольку есть 40 единиц просто 20 заряда в сроке у него же осталось это бонусный по потолкам дэмэдж да там был урочек на его последний прокачки тогда он нормально должен наваливать с плюс 40 дэмэджами там еще самое важное что 30 секунд кулдаун мишки то есть раньше если медведя 2 раза убивали подряд все, ты там идешь несешь заканчиваешь снести, а медведя еще нет сейчас 30 секунд всего как-то можно перетерпеть ну да, можно пережить потерю медведя эти 30 секунд ты в замесе не сможешь если убили сразу вызвать 30 секунд кулдаун идет после того, как его убили да, после смерти но все равно это всего лишь полминуты но это да, это все равно полминуты как бы это лучше так, чем риск в начале просто остаться на 2 минуты бесполезно с тапочками на армор в лучшем случае если с тапочками если не на красных сапогах но все же такое время аватарки не будем обсуждать ой да не 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 по итемам пройдемся с ума сойдем так ну давайте дальше на разефир что а анимацию потребление вихря больше не прерывает принимают все атаки на ходу ухи ничего страшного а самая но тут на раз самое важное а пассивно блокировать 15 урона от нейтральных припов будет ли стакаться со щитом вопрос я думаю что да я думаю что пассивно блокировать да это будет просто и опять же там можно сравнить с хантером у которого кракеншелл не стакать со щитом я просто вопрос это вызывает надо на практике это все в практике новый windows ну я думаю я думаю что будет иначе не имело бы смысла вообще даже это добавлять зефир всегда с щитком кроме зеленофарма по шармора маловато у него ну да станет получше ну действительно одно из самых интересных это вот новый предмет кто-то может поточнее объяснить я вот не совсем понял смотри ситуация просто он стоит 250 золота продается в аутпосте окупаешь у тебя 30 секундный кодаун 30 секунд кд после того как проходит 30 секунд кд каждые 10 секунд в течении которых ты не добиваешь крипа 30 секунд до 10. 30 секунд опять? Да, да. Нет. При покупке предмета или поднятии... Потом идёт 30 секунд кулдауна. При добить, когда ты крипа добиваешь, 30 секунд и кулдаун вяжешь. Ходит 30 секунд кулдауна, и потом только начинается 10 секунд насчёт следующего заряда. Ну какие у вас мысли? Это на саппортов? Это на саппортов, на суицидеров, прямо с самого начала, наверное. Я считаю, на любого героя можно купить, как, типа, там, тотемчик у тебя, например. Это для тех, кто реально не занимается чистым фармом, да. Это чисто на саппортов больше. То есть это роумер, саппорт, хардлайнер. Ну хардлайнер это такое, хардлайнер всегда может добивать. Хардлайнер добивает крипов, он всегда... Не, смотри его хардлайнер. Всё равно, за всю игру ты там пару добьёшь, тебе голды прибавятся, ты окупишь это. Но я считаю, если есть возможность его купить... Ну тоже спорно, конечно, эти 250 голды отсрочат тот же боттл, тот же ботинки, но... Я считаю, что на максимум 120 зарядов, то есть в теории я могу 1200 голды получить. 1200 голды, да. Ну да, ты посчитай, сколько времени нет. Заряд каждые 10 секунд... Ну по сути это 60 голды в минуту. То есть если ты минуту там пробегал где-то там... То есть гпм просто... ну это... Так, удвоить гпм, не добивая крипов получается. 120 гпм будет. Ну это для роумеров, да. Ну просто у тебя капает не одна голда в секунду, а две. Ну... Ну для саппорта, мне кажется, это будет все равно нормально. Слишком. Ну надо купать, а реально быстро. Ну если в самом начале ты его покупаешь, то это проседаешь, очень сильно на лайне, я скажу. Ну... У тебя неимоверно, то есть ты 250 монет тратишь. И... На хил, на... Еще если запулить свою цизеру что-то, то не хватает. Ну это есть там два саппорта. Одному из них. Да, это из серии два саппорта, которые бегают лес так вот. При этом... Ну... Свои какие-то минимальные бабки имеют. Ну по крайней мере, знаешь, вот в игре, где... Саппорт вот... Много времени просто ждет сзади. Когда игра, особенно когда вы проигрываете, в такой... Более... Дефенсив позиции. Мне кажется, вот по крайней мере, те же вот... Голду на варды, вот этот вот предмет будет давать им. Ну да. Просто на самые такие крайние необходимости, как вот вард, контр вард. Такое вот. Потому что все-таки, как бы, ну вот... Там в те же три минуты, оно принесет тебе там 200 голды плюс-минус. Чуть-чуть меньше, чем 200 голды. Но это опять-таки пару вардов. Ну это надо на деле уже смотреть, как это будет. Ну да, на самом деле, я думаю, что все будет просто. Мы в ближайшей партии все попробуем купить и попробовать... Ну, если будем играть на более таких пассивных, не фармящих ролях, когда... Все попробуем купить, все посмотрим, сколько в итоге... Кстати, в этот предмет добавлен счетчик. Вот как на процент попадания хуков, по процент попадания стрел, добавлен счетчик, сколько ты получил голды именно с этого предмета. То есть, нереально? Это где, в статье будет отработано? Ну, на самом предмете, наверное, ты наведешь... Каждый раз, когда ты добил крипа, получается? Слева от мини-карты. Вот там, где у тебя мини-карта, она чуть выше меры белой, здесь там будет написано, да. А, ну, то есть, эффективность можно будет оценить сразу прямо. Да, ну, тебе сразу, после того, как тебе голда дала, спишет, сколько у тебя всего. К тому моменту, как ты ее продашь, там, добьешь последнего крипа, и ты увидишь, сколько тебе дал именно этот предмет голды. Ну, да, это хорошо, что можно эффективность сразу понять. Ну, реально, можно будет оценить его эффективность. Ну, что? Урб убрали из-за отпоста так себе. А, вот, что еще классное изменение. Челис. Да, мы как раз недавно говорили об этом. Это, действительно, я недавно жаловался и хотел вот этого изменения, и вот его сделали. Вот теперь, как я понял, получает один заряд, если в 1000 рнжи умирает вражеский герой. И теперь, пока у тебя есть этот заряд... Ты можешь ману просто... Да, ты получаешь ману и теряешь хп. Это очень интересно. Только я вот не понял... Насколько я понял, тут нету времени, то есть заряд можешь носить сколько угодно. Да, сколько хочешь, носишь и... А, ограничение по зарядам есть какое-то? Нет, один всего заряд. Нет, ну это классное изменение. На самом деле, я хотел хотя бы, чтобы добавили там заряд на 10-15 секунд после смерти вражеского героя. Этого было бы достаточно. Но вот добавили навсегда заряд, это вообще супер. Нет, так оно как бы и так и было, что там, если умирает вражеский герой, не восстанавливается. Если ты юздишь чилис перед его смертью. А, да. На самом-то деле, частенько как бы, то ли ситуация рисковая не позволяет, то ли действительно все надо так быстро дать, что про чилис просто забываешь. Я на самом-то деле, ну, честно сказать, в 4 из 5 случаев чилис нажимаю уже после смерти вражеского героя. Такая же. Ну, да. Есть такое. Ну, честно. На том, что всякие герои из ПКАДы, вауры. Это у 90% игроков есть. А, ну, это действительно вот это вот нереальный апчалис. Просто нереальный. Ну, на баланс игры он не повлияет. Не повлияет, но это приятно изменить. Думбрингер? Думбрингер? Думбрингер. Ну, честно, мне тяжело сказать. Я не знаю... Это, по-моему, это тоже Мидвардс. Это просто там Думбрингер с щи дэмэджем будет выпадать. Месилово, Рубилово, особенно Компетитив, даже на папчик не скажется. А в Компетитиве? Ну, для начала вспомнить, сколько раз вообще в Компетитиве мы собирали Думбрингер? Ну, одна, наверное, из тридцати партий. Это когда трон остается, и все. Надо знать. Это когда пан или пропал. Ну, реально, Думбрингер в Компетитиве это вабанк. Это вот либо идете, выигрываете файт, и выигрываете игру, либо идете и проигрываете его. Либо у тебя доминация. Может быть, его будут собирать, а то, что он будет в два раза сильнее бить. Это максимальное количество. Чтобы он бил в два раза сильнее, надо убить еще двадцать человек. Двадцать пять. Двадцать герels. Двадцать пять. Ну, двадцать пять это, чтобы он уже максимум, поэтому в два с лишнего раз сильнее будет. вайп ну да это 5 а нехило фарфа я хочу сказать что то сказать я передал после второго гитлероза пенсионная сетсама ну ладно это такое в честном фарфа но что он подражал на 150 долларов кто уже возмущался что он просто не стоит шоссе стартовая это важнее что дает осистисты сбиваешь линку да хорошие изменения для саппортов я не приятно. А теперь... Ваша Редженда ликует. Да-да-да-да-да. Ваша Редженда уже танцует сальсу. Тревелла на 300 голы дешевле. Пожалуйста, все летайте на Тревеллах. Редженда Аirlines. Теперь на Тревеллах полетят даже саппорты. Так, батарейка большая, на 15 голы дешевле. Приятно, но ничего важного. А вот вроде важное изменение. Наконец-то добавили ограничение на сток в магазине. И в начале игры доступно только 3 штучки. Ну то есть, грубо говоря, чтобы теперь командой пойти все под грибами, надо, чтобы перед этим не было заходов никаких. Ну, покупок, я имею в виду, их. Их просто нужно будет так же покупать, как и варды сейчас, например. То есть, чтобы они не уходили в 4 кд. Да, и сходи на стаки, на стаки. Нужно, чтобы обязательно у каждого в инвентаре был один лежал, на всякий случай. За этим тоже следить надо будет. Ну, да. Если кто... Убрали просто возможность влейте толпой, там, раз за разом, раз за разом заходить в чужой лес. Ну да, то есть, действительно, 5... Это сколько? 5? Будут за 15 минут откодешиваться? Да, ну, это очень долго. Нет, это все 5, если ты купишь одномоментно, а так по 3 минуты, нормально. Пару заходов можно загрузить. Ну, 5х заход, на самом-то деле, это хотя часто бывает, я вот смотрю сейчас снова. И это действительно иногда, как бы, решающим становится. Когда в пятером находят там одного-двоих за счет грибов. Частенько это решающий фактор. Ну, да, конечно. Просто теперь мне придется отучаться от своей привычки. Пошел в паблике, в лейтовой стадии игры у меня бывает такое, что просто, ну, неважно, скупился, не скупился, сколько голды осталось. Выложил что-то, юзнул гриб и пошел. То есть, просто даже выходя с базы, я выхожу в грибе практически всегда. Че, будешь мне ничего покупать, да? Ну, вот такое вот. Одно из главных изменений, забыли, это то, что торотка будет в компетитиве. Торотка в компетитиве. Да, будет ли кто-то ее брать. Да, ну... В чем большой минус героя в том, что там минимальный прирост силы, насколько я знаю. Ну, там эскейпа вообще никакого нет. И нет эскейпа, да. Даже то, что она вносит очень много дэмэджей, не прикрывает то, что у нее нет эскейпа. То есть, сомнительно. Ну, почему? Но вы вообще пытаться будете, да? Можно. Нет, да даже, почему убрали всяких кэрри, типа, монквин сейчас не пользуется. Типа, сейчас же только активная мета. Монквин сама по себе жирная, а у этой прирост силы там вообще нет. Ну, вот тут еще, да, минус. То есть эскейпа самое главное. Так, багфиксы героев у нас там. Там мелочь. Не, 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 кстати, багфиксы героев... Ну, то, что каламити наконец-то с рифтварсом. Да, убрали, во-первых, эти, дракончиков каламити с рифтварса. И на самом-то деле у кирки, это довольно-таки важно, не прерывается, если цель умерла до конца произнесения ульта. М-м-м. То есть вы там вцепились в бегемота, который там с даггером, с чем-то еще. То есть вы его вцепились, вы его сейчас убьете. Тебе хочется его скопировать, но раньше ты не мог этого. Ты понимал, что пока ты его сейчас будешь две секунды копировать, его уже просто закопают в могилу. А теперь ты, независимо от того, как быстро там убьют, не убьют, ты спокойно выбираешь, кого ты хочешь копировать и начинаешь копировать. По мне это неправильно, потому что он уже умер. Да, механика скилла странная, но это для того, что из серии ты можешь, ты там просто увидел, которого поймали, начать его копировать прямо со всей дури. Да, и не задумываться о том, убьют его, не убьют. Ну, это усилие. По механике это не очень понятно, потому что он умирает, и должно прерваться, то есть не с кого копировать. Так же, как ульта Сукуба, она же не продолжает до конца, ты пустоту не сосешь. Ну да, это ченнелинг, нету цели, значит должно быть это. Да. Да, это странно, но это как бы усиление. Это же больше как изменение, как механики, а не баг. Это усиление, в любом случае, как ни крути, как ни верти. Я бы назвал вот это вот багом, то, что сейчас происходит. Наоборот. Так, а второй вопрос. Что насчет импортированных новых моделей из китайской версии, они заменены? Они полностью заменяют стандартный аватар. Да. Чего-чего. Ну вот новые модели героев и аватаров. Мидас, Джерезаева, Валька, Сукуба, Легионер. И полностью изменены герои. Эгвальт аватар, Скорп, Слизер, Гернес, Скаут. А вообще, в целом, игра больше будет становиться постепенно похожей на китайскую, да? Не-не-не, конечно, не будет там, как сделали сейчас у них под дизайн. Чего-чего, даже в пример ничего не приложить. Локация как у Лола больше, что-то похожа. О, Господи. Не дай бог. Не, а у нас останется наша... Да, у нас останется такие же стандартные колдовары, просто будут получаться модельки. Изменили, наконец-то, Валька, вот старая была не очень, новая, красивая, прям. Ну, видно, что текстуры вообще прекрасные. Ну, и Легионер старый, как бы, не очень смотрелся. А, ну, прорисовка такая получше, да? Ну, Санта Мидас. Санта Мидас мне не нравится. О, Джером мне нравится, такой золотой, красненький. Негр с таким вот... Ну, да, это... Вот с этой интересной штукой в правой руке у него. А Легионер? Так, и еще хотелось бы сказать... А, ну, вот там, кстати, рептайт прикреплена, что девочка теперь вместо... ...непонятного существа. Вместо морского пняжа, но это мы переживем. А, про Shadow Blade хотелось бы сказать, что озвучка у Shadow Blade на русском, просто. Вот мы тоже удивились, новый Shadow Blade Avatar, он говорит на русском. Это второй, да, Аватар? Доминион, который вот... Диахона, который будет говорить на русском. Да. И озвучивали не мы, а именно озвучили его в Америке. Нашли русского человека, и прям кажется, что озвучено именно у нас. А это, а он доступен сейчас? Будет доступен, да. Будет доступен, да. 11 мая будет доступен. Ага. Лимитировано издание, и сделали его, по идее, на всех языках. Типа, он там английский, русский, тайский, вообще многонациональный аватар. Как Рэчет Хэг, да? Ну, на русском он говорит, так прикольно. Тоже послушали. Нормально. Так, ну... Ну, цветника, ну, и золотой, светящийся. Там уже где-то в чате задавали вопрос, там интересовались... Будет ли продажа? Тысяча золотых. Нет, иерархия, иерархия цвета в чате всего. А, иерархия. Мне кажется, он будет вверху. Что, выше Урса? Нет, в Урса все-таки будет лучше всех. Ну, и красный, как бы, все же будет выше всех. Ну, понятно, кто бы сомневался. Нет, ну, в принципе, ну все. Ну, типа, тысяча золотых, это за цвет нормальная такая цена. Так, вроде все обсудили, да? Ну, вроде как. Ребята, если есть чата, какие-то вопросы есть, задайте. Сейчас, там, пару минут. Когда будет обновление? Завтра. Точнее, сегодня ночь. Обновление начнется через 10 минут. А, через 10 минут даже. Да, через 10 минут закрывается хон, ребят. Кто сидит сейчас на стриме. Опа, опа, как мы все четко, да? Да, через 10 минут закрывается игра. А запись эта будет где-то через минут 30 уже на ютубе. И кто пропустил обсуждение героя, кто опустил Игоря Николаева, пропустил, точнее, те могут посмотреть уже через где-то полчаса, через часик. Подари подарок Тёму. Я все подарю, ребят. У меня остался только не купленный гейммастер за 500 золотых, но я никому его не подарю. Я подарю вот кто сейчас у меня из бадди, там, Шэнди, либо Шмир, ФФ, либо Никитон. Кто-нибудь, кому нужен? Кого? Ремни. Папетмастера. Какого? Гейммастер. Давай, Дэвид. Не, он слишком уб... Ну, в смысле, давай, там такое раздражающее. Ты просто его пикаешь, ты его пикаешь, и у девяти человек просто уши вяжут. Грязь, стейнс. Ребят, насколько будет закрытая игра, неизвестно. От пяти до десяти часов. Зависит от того, какие проблемы могут возникнуть во время патча. Всякое бывает, где-то что-то не доделают, может что-то не появиться и так далее. Играть будете, когда закроют. Играть нельзя будет, если игру закроют. Да ладно, то есть, если мы сейчас начнем игру... Нет, если вы ее начнете, вы сможете доиграть. А, гоу, реган. Да, ребят, все, кто на стриме, то могут встать в очереди. Но если кого-то дробнет, то игра не запишется. Может такое быть. Когда будет собаккаунт? Я думаю, что собаккаунтов у нас не будет. Собаккаунтов не будет, да, ребят. Мы с собаккаунтов у нас бесплатный аккаунт. Так они и на Инте. Они и на Инте бесплатно. Я, ну, вообще, собаккаунта когда были, когда основной аккаунт стоил 30 долларов, собаккаунт стоил 10 или 15. Он стоил 20. Стоил 20 давно, да. Ну, сам Пакт, то есть он стоил дешевле. Это твой смурф, он дешевле. А сейчас какой вообще смысл в собаккаунтах? Я не вижу. Есть большой смысл. Контент перенести... Да, весь магазин тот же. Я просто не сильно парюсь с магазином, поэтому как бы... Смысла вообще не вижу в нем. Для себя, по крайней мере. Ну, все, вопросов нет там вроде в чате. От разумеется. Да. Ребят, там кто хочет принять участие, есть в ВК, можно выиграть нового героя. Премиум пакет. Просто нужно репостнуть запись. Можно выиграть либо параллакса, либо футболку хунтуровскую, либо коврик хунтуровский. Кто не в курсе еще, вк.ком слэш Гарена. А это когда розыгрыш? Это розыгрыш будет 10 мая. А что, коврик не продается? Нет, ковриков просто не так много, и мы разыгрываем два коврика, две футболочки. Продай коврик. Это после стрима обсудим. Аукцион давайте. Я дал ссылку в чате. Так, сейчас я завершу стримец. Еще аукцион будет? Так, какой аукцион? Да, будет аукцион сейчас. Закрытые аукционы. Закрытые коллекции.